ПОВЕСТЬ О ПРЕКРАСНОЙ ОТИКУБО Перевод со старояпонского Веры Марковой. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Не в наши дни, а давно-давно, жил один тюнагон по имени Минамото Но Дадайори, и было у него много красивых дочерей. Двух старших достойным образом выдали замуж и поселили в роскошных покоях родительского дворца, одну в западном павильоне, а другую в восточном. Двух младших окружили самыми нежными заботами, готовясь в скором времени торжественно отпраздновать обряд их совершеннолетия, когда на девушку впервые надевают длинное МО. Была у тюнагона и еще одна дочь. В былые дни он иногда навещал ее мать, происходившую из обедневшей ветви императорского рода, но возлюбленная его рано ушла из этого мира. У законной супруги тюнагона, кита-но-ката, госпожи из северных покоев, было жестокое сердце. Госпожи из северных покоев. Старинный японский дом был строго ориентирован по частям света, главный вход с южной стороны, дальние женские покои на северный. Дворец знатного человека представлял собой ансамбль строений, соединенных галереями и переходами. Пол был приподнят над землей при помощи опорных столбов. Она не взлюбила свою падчерицу, обращалась с ней хуже, чем с последней служанкой, и поселила ее поодаль от главных покоев дворца в маленьком домике у самых ворот. Звали этот домик просто Отси Кубо, коморкой, потому что пол у него был почти вровень с землей. Отси Кубо. Домик служебного назначения с низким полом. Само собой, разумеется, падчерицу не дозволяли величать, как других дочерей, ни высокородной госпожой, ни каким-нибудь другим почтительным прозвищем. Хотела было госпожа из северных покоев дать ей такое имя, какое годится только для служанки, но побоялась, что мужу это не понравится, и приказала. Живет она в Отси Кубо, коморке, пусть и зовут ее Отси Кубо. Так это имя за ней и осталось. Девушек в знатных семьях называли или согласно порядковым номерам, первая, вторая и так далее, или же согласно зданиям, где они проживали. Например, павильон Глицинии, Яшмовый дворец, прозвище Отти Кубо носило издевательски уничижительный характер. Сам Тюнагон тоже не выказывал особой отеческой нежности к этой своей дочери. С самых ее младенческих лет он был к ней равнодушен, и потому она попала безраздельно во власть мачехи и нередко чувствовала себя одинокой и беззащитной. На всем свете не было у нее ни родных, ни близких, ни даже кормилицы, никого, кто мог бы послужить ей опорой в жизни, кроме одной молоденькой служанки. При знатной даме находилась свита дворцовых прислужниц, обычно должности фрейлин и камеристок исполняли женщины из небогатых дворянских семей. Служанка эта, бойкого ума девица по прозванию Уси Роми, ходила за ней еще при жизни ее матери. Обе девушки от всей души жалели друг друга и не разлучались ни на одно мгновение. В красоте Отикубо не уступала своим холинам и баловным сестрам, но на людях она не показывалась, и потому свет о ней ничего не знал. Чем старше становилась Отикубо, чем больше входила в разум, тем сильнее страдала от того, что жизнь к ней так немилосердна и что на долю ее выпадают одни только горести. Она жаловалась на свою судьбу в песнях, всегда таких грустных. Вот одна из них. «Каждое новое утро новой бедой грозит, новой обидой ранит. Что мне сулит этот мир? В чем я найду отраду?» Девушка всегда была печальна. Ее грустный вид без слов говорил о том, как глубоко она чувствовала людскую несправедливость. От рождения Отикубо была наделена светлым умом и многими талантами. Она могла хорошо играть на семиструнной цитре, но кто бы стал учить ее? Только в самом раннем детстве, лет шести-семи, она училась у своей матери играть на цитре с тринадцатью струнами, и то в совершенстве овладела этим искусством. На цитре с тринадцатью струнами девушек из знатных семей учили игре на тринадцатиструнной цитре — кото. Иногда играли на семиструнной — кин-но-кото. Когда ее младшему брату Сабуро, сыну законной жены Тюнагона, исполнилось десять лет, он очень полюбил игру на цитре. «Обучи его!» — приказала мачеха, и Отикубо иногда показывала мальчику, как надо играть на цитре. От скуки в свободные часы она начала заниматься шитьем и скоро научилась отлично владеть иглой. «Вот это похвально!» — обрадовалась мачеха. «Девицы ничем не примечательной наружности должны прилежно учиться какому-нибудь мастерству». И посадила падчерицу за шитье, не давая бедняжке ни минуты отдыха. Отикубо пришлось одной мастерить все наряды для обоих мужей своих старших сестер. Иногда она ночами глаз не смыкала. Чуть опоздает, мачеха начнет донимать попреками. «Попросишь эту недотрогу сделать сущий пустяк, и то корчит недовольное лицо. Что же она считает подходящей для себя работой? Скажите на милость!» Девушка украдкой лила слезы и вздыхала. «О, как бы я хотела поскорее умереть!» Тем временем торжественно отпраздновали совершеннолетие третьей дочери Санно Кими. И вскоре же выдали ее замуж за одного молодого человека в чине Куродо-но-сё-сё. Куродо — придворные, находившиеся при особе императора для личных услуг. В этой должности они служили четыре года. Муж Синно Кими носил еще и воинское звание — сё-сё, младший начальник императорской гвардии. Оти Кубо стало еще тяжелее. Пришлось шить для зятя новые наряды. В доме не было недостатка, в молодых и красивых прислужницах. Но кто из них согласился бы взять на себя такой низкий труд, как работа иглой? Служанки часто издевались над Оти Кубо. И она, проливая слезы над шитьем, сетовала. Напрасно путь я ищу, чтоб навсегда покинуть этот жестокий мир. Несу я трудную ношу, грустную жизнь мою. Уси Роми могла поспорить с кем угодно — красивой наружностью и длинными прекрасными волосами. И потому ее приставили для услуг к новобрачной. Уси Роми могла поспорить длинными прекрасными волосами. Знатные женщины расчесывали волосы на прямой пробор и давали им свободно падать на спину и плечи. Длинные волосы считались одним из главных признаков женской красоты. По неволе пришлось подчиниться. Грустно было у Си Роми. Но что могла она поделать? Самое мое заветное желание в жизни — никогда не разлучаться с вами. Даже когда моя родная тетушка прислала за мной, я и то отказалась покинуть вас. За что же мне судьба послала такое наказание? Почему должна я служить не вам, моей любимой госпоже, а чужой женщине? Полно. Что за разница? Ведь мы по-прежнему будем жить в одном доме. Я даже рада, ведь ты ходишь в жалких отрепьях, а теперь тебе подарят новые наряды. У Си Роми была полна признательности к своей юной госпоже за ее доброту и любовь. Она не в силах была видеть, как Оти Кубо грустит в одиночестве, и, страдая за нее душой, каждую свободную минуту прибегала к ней. И крепко же доставалась за это у Си Роми. — Оти Кубо по-прежнему то и дело зовет к себе эту служанку, — сердилась госпожа Кита Ноката. Не часто случалось теперь девушкам поговорить по душам. Даже звать у Си Роми стали теперь по-новому. Мачеха решила, что раз она служит новой госпоже, то и прежнее имя ей не подходит, и дала ей новое — Акоги. В свете нового зятя, мужа Санно Кими, находился один меченосец, очень смышленый молодой человек по имени Коронари. Меченосец — придворный прислужник, носивший меч. Ему приглянулась Акоги. Долгое время они посылали друг другу любовные письма и, наконец, вступили в брачный союз. Супруги откровенно, безутайки, говорили обо всем между собой. Акоги часто рассказывала мужу о своей любимой госпоже, о том, какое доброе сердце у Оти Кубо, как она хороша собой и сколько ей приходится терпеть незаслуженных притеснений и обид от бессердечной мачехи. Акоги, заливаясь слезами, Акоги просила, ах, помоги мне устроить ее счастье, вот было бы хорошо, если б мою барышню тайком выкрал из дому какой-нибудь достойный человек и женился бы на ней. Акоги с меченосцем все время говорили между собой о грустной участи Оти Кубо и от души ее жалели, стараясь придумать способ, как помочь ей. Мать этого меченосца была кормилицей одного знатного молодого человека по имени Митиори. Он был сыном главного начальника левой гвардии и сам имел звание Саконно-сё-сё, младшего начальника левой гвардии. Юноша был еще не женат и потому раз спрашивал всех о том, какие дочери имеются на выдании в благородных семьях. Как-то раз меченосец завел при нем речь о горькой участи Оти Кубо, и этот рассказ запал юноше в сердце. Митиори улучил минуту и, оставшись с меченосцем наедине, стал его подробно расспрашивать о ней. «Ах, несчастная, как верно тяжело у нее на душе!» — воскликнул он. «Ты говоришь, она происходит из высочайшего рода? Устрой мне с нею тайную встречу». «Как же так сразу? Ведь она и в уме таких мыслей не держит. Я должен сначала сообщить ей о ваших намерениях и узнать ее ответ». «Веди меня к ней в покое, в виде непременно, ведь она живет отдельно от семьи у самых ворот». Меченосец рассказал обо всем Акоге. «Но у моей госпожи сейчас ничего подобного и в помыслах нет. Я слышала, кроме того, что этот молодой человек порядочный повеса, стала возражать Акоге. Как же я стану уговаривать ее довериться известному ветреннику?» «Но увидев, что муж раздосадован отказом, она мало-помалу сдалась». «Хорошо. Я поговорю с моей госпожой при удобном случае». Акоге отвели для жилья тесный закуток рядом с комнатой Оттикубо, но Акоге думала, что ей, как служанке, не подобает стелить свою постель вровень с господским ложем, и уходила спать в клетушку, пол которой был еще ниже, чем в покоях ее молодой госпожи. Был первый день восьмого месяца года. Оттикубо лежала одна на постели. Не в силах сомкнуть глаз, она послала тихую мольбу к своей покойной матери. «Матушка, возьми меня к себе, мне так тяжело. О, если у тебя осталось хоть капля жалости ко мне, вернись, возьми меня с собой, не оставляй меня в добычу печалям горестной земли». Так искала она утешение в напрасных жалобах. На другое утро Акоге попыталась было завести с ней разговор о любовных исканиях молодого вельможи. «Муж мой сказал мне то-то и то-то. Что вы об этом думаете? Ведь нельзя же вам до конца ваших дней оставаться одинокой». Девушка ничего не ответила. Акоге смутилась и не знала, как продолжать, а в это время ее позвали. «Подай, госпоже, Санно Кими воду для умывания». Так и пришлось ей уйти ни с чем. В глубине души Оти Кубо решила, что в жизни ей все равно нечего ждать хорошего. Несчастная сирота, потерявшая еще в раннем детстве мать, она только и мечтала о смерти. Даже если бы она постриглась в монахини, ей все равно не удалось бы покинуть отцовский дом, где к ней так безжалостны. «Нет уж, лучше умереть». Тем временем меченосец отправился во дворец отца Митиори. «Ну, что слышно насчет того дела?» — нетерпеливо спросил юноша. «Я потолковал с моей женой, а она говорит, так сразу тут ничего не добьешься. Обычно, если у девушки есть родители, то можно как-нибудь поторопить сватовство, но отец молодой госпожи настолько подпитой своей супруги, что навряд ли с ним столкуешься. «Я же тебе говорил с самого начала, устрой нам тайную встречу. В такое семейство не очень-то приятно войти на правах законного зятя. Если я ее полюблю, то возьму к себе в дом. А если она мне не понравится, то связь можно и прекратить под тем предлогом, что в свете пошли пересуды». «Я узнаю ее решение и сообщу вам», — сказал Меченосец. «Ты погоди. Надо же мне посмотреть на эту девушку раньше, чем решить окончательно. Как я могу дать свое слово, не повидав ее?» «Ты скажи, что я, мол, человек верный, не покину ее скоро». «Не покинете скоро?» «И это, по-вашему, пылкое признание в любви?» — нахмурился Меченосец. «Я хотел сказать, никогда, но оговорился». И Метеори со смехом вручил Меченосцу любовное послание. «На, возьми, передай». Тот с неохотой принял письмо и отдал его Акоге. «Вот послание для твоей госпожи». «Ах, что за мерзость! Нет уж, избавь меня! Я не хочу подбивать свою барышню на разные глупости». «А ты все-таки уговори ее написать ответ. Ничего в этом нет дурного». Акоге отнесла письмо Котикубо. «Вот послание от того молодого человека, о котором я вам недавно говорила». «Что ты делаешь? Если об этом узнает матушка, разве она меня похвалит?» Ужаснулась Отикубо. «А когда ваша мачеха сказала о вас доброе слово, вот еще была забота с ней считаться». Отикубо ничего не ответила. Акоге зажгла свечу и прочла письмо. В нем было только одно это стихотворение. «Едва я узнал, что живешь ты на свете, Как сердце мое прилепилось к тебе. О, чистый ключ на горе Цукуба, Незримый для путника, скажи мне, Где ключ к незримой моей любви?» О, чистый ключ на горе Цукуба. Гора Цукуба прославлена в древней японской поэзии. «Какой изящный почерк!» Тихонько ахнула от восторга Акоге, Но увидев, что Отикубо осталась безучастной, Сложила письмо, спрятала его в ларец и вышла из комнаты. «Ну как?» Прочла твоя госпожа письмо, — полюбопытствовал меченосец. «Нет, и не взглянула даже. Так непрочитанным я его и спрятала». «Не понимаю. Уж все бы лучше, чем жить так, как она сейчас живет. И нам обоим, глядишь, этот любовный союз пошел бы на пользу». Наутро Тюнагон заглянул по дороге из дому в комнатку своей дочери И увидел, что на ней самое убогое платье. Только длинные черные волосы, красиво рассыпаясь по плечам, Несколько скрадывали безобразие этого наряда. Отцу стало жаль девушку. «Как ты плохо одета! Жаль мне тебя, ты совсем заброшена. Но сначала ведь надо позаботиться о законных дочерях. Если подвернется тебе случай устроить свою жизнь, Пожалуйста, без церемоний, поступай сама, как знаешь, бедняжка. Несладко тебе живется». Отти Кубо от смущения не могла выговорить ни слова. Под впечатлением этой встречи Тюнагон сказал своей жене, «Сейчас я заглянул к Отти Кубо. На ней только одно убогое тонкое платье из некрашенной ткани. Нет ли у наших дочерей какого-нибудь лишнего старого платья? Нынче ночи такие холодные». «Ах, я ей все время дарила наряды, и куда только она их подевала, совсем не умеет беречь». Беда с ней. Отти Кубо рано лишилась материнских забот и, к тому же, видно, неряшливо по натуре. С досадой воскликнул Тюнагон. Госпожа Китано-Ката велела падчерице шить парадные хакама для младшего зятя. Хакама — штаны разных фасонов, предмет мужской и женской одежды. В эпоху Хэйан имели вид широких шаровар или складчатых штанов, напоминающих юбку. «Уж постарайся, шей как можно лучше. За труды я подарю тебе хорошее платье». Восторгу девушки не было границ. Она шила хакама быстро и так красиво, что мачеха осталась довольна, и подарила ей со своего плеча старое шелковое платье на вате, украшенное тканами узорами. Стояла осенняя пора, когда ледяной ветер пронизывает до костей, и не знаешь, как укрыться от холода. Отикубо так зябло, что обрадовалась и этому жалкому подарку. Видно, бедственная жизнь уже надломила ее гордый дух. У младшего зятя Куродо был горячий нрав. Он громко возмущался всем дурным, но зато и до небес превозносил все хорошее. Вот и теперь тоже он не поскупился на похвалу. «Превосходная вещь! Отлично сшита!» Прислужницы пересказали его слова мачехи. «Потише, не так громко!» — прикрикнула она на них. «Еще чего доброго, Отикубо, вас услышат! Она и без того зазнается!» «Таких надо держать построже! Счастье для нее, что ей приходится услуживать другим, а то она возомнила бы о себе неизвестно что!» Женщины тихонько шептались между собой, «Как только госпоже несовестно так безжалостно говорить о такой милой и скромной девушке!» А между тем Митий Йори, решившись не отступать от своего, послал Отикубо второе любовное письмо, привязав его к пучку полевого мисканта. «Уже завязали голос в сердце моем побеге любви? О, прекрасный цветок полевой! Прошелести чуть слышно! Голову тихо склони в ответ!» Ответа не было. В один из дней, когда лил осенний дождь, он снова послал ей письмо. «Я слышал, что у вас нежная душа, а между тем вы не знаете сострадания. Просвета нет в облаках, сыплется дождь бесконечный, и словно осенний день туманится от печали сердце, любящее тебя». И опять никакого ответа. Но Митий Йори, упорствуя, написал снова «Зыбкий мост облаков над стремниной небесной реки, ты на том берегу, берегу я надежду в пути, что блеснет мне ответный луч». «Небесная река, млечный путь». Так он писал ей почти каждый день, а о Тикубо все не отвечала. Наконец Митий Йори сказал меченосцу «Девушка эта, видно, очень застенчива. Она никогда еще не получала любовных писем и, наверное, даже не знает, как отвечать на них. Но я слышал от себя, что у нее доброе сердце, открытое для сострадания. Так почему же она не пошлет мне хоть самый краткий ответ?» «Вот уж не знаю, почему, может, боится. Мачеха у нее сущая ведьма. Молодая барышня живет в вечном страхе, только и думает, как бы не прогневить госпожу из северных покоев каким-нибудь пустяком. Того и гляди, из дому выгонит». «Я же тебе все время говорю, введи меня без дальних слов в покои к девушке», настойчиво потребовал Митий Йори. И тот не посмел ослушаться. Оставалось только найти удобный случай. «Десять дней не было вестей от влюбленного», — наконец он написал. «Пора образумиться мне. К чему писать понапрасну? Твоя жестокость растет, как в озере Масута густеет трава водяная». Я пытался усмирить свою любовь, но напрасно. Не в силах дальше так страдать, я снова пишу вам, хотя и сам понимаю, что нарушаю этим светские приличия. Меченосец сказал о Коге. «На этот раз непременно нужно дать ответ. Уж ты как-нибудь уговори свою барышню, а то молодой господин бронит меня за недостаток усердия». «Госпожа моя сказала, что не умеет писать любовные письма», — отговаривалась о Коге. «Ты бы видел, как она смутилась». Она показала письмо Оти Кубо, но как раз в это время муж второй дочери собирался в отъезд по срочному делу. Оти Кубо спешно шила для него парадную одежду и опять не ответила на письмо. Мити Йори подумал, что она и в самом деле, как говорит о Коге, не умеет писать любовные письма. Но он много слышал о том, какое доброе отзывчивое сердце у Оти Кубо, и потому не терял надежды. Скорее, ему был по душе такой скромный нрав девушки. «Что ты тянешь?» — торопил он меченосца. Однако на господском дворе всегда толклось много народу, и удобный случай все не представлялся. Мити Йори изнывал от любовной тоски, но тут стало известно, что Тюнагон отправляется в храм Исияма исполнить один свой старинный обед. Храм Исияма — буддийский храм, который находился в провинции Омии. Популярное место для паломничества, празднество в храме носило не только религиозный, но и увеселительный характер. Все домочадцы принялись осаждать Тюнагона просьбами, чтобы он взял их с собой. Даже старух и тех постеснялись оставить дома. Одну только Оти Кубо покинули в ее коморке. Накано Кими, вторая дочь, попробовала было вступиться за сестру. Возьмем с собой и Оти Кубо. Жаль оставить ее бедняжку дома в одиночестве. Но госпожа из северных покоев и слушать не стала. Что за новости? Она никогда порога дома не переступала, да и как она будет шить в дороге? Ни к чему приучать ее к ненужным развлечениям. Пусть лучше посидит дома в заперти. А Коги, как служанку третьей дочери, Санно Кими, собрались было красиво нарядить и взять с собой, но она пожалела оставить свою прежнюю госпожу в одиночестве и отговорилась от поездки под предлогом, что у нее внезапно настало месячное очищение и в храме ей появляться нельзя. Вот еще выдумки, — рассердилась Китано Ката. — Ты это нарочно говоришь, потому что тебе жаль оставить Отикубу. Ах, нет, напротив, мне очень досадно, что так случилось, но ведь срок очищения скоро придет к концу. Если прикажете, я с радостью поеду. Кто же по доброй воле откажется от такого интересного путешествия? Старухи и то просятся, — говорила Акоги так убедительно, что госпожа из северных покоев наконец поверила и приказала нарядить покрасивее и взять вместо нее в дорогу простую девушку для черной работы, а ей позволила остаться. В доме начались шумные сборы, поднялась дорожная суматоха, но, наконец, все уехали, и Акоги в наступившей тишине начала сердечную беседу со своей юной госпожой, чтобы развеять ее грусть. В это время принесли записку от меченосца. — Я слышал, что ты не поехала в храм вместе с другими. Если это правда, я сейчас же приду. Акоги написала ему в ответ. — Госпоже, моя ей не здоровилась, и она осталась дома. Могла ли я покинуть ее? Нам очень скучно. Приходи навестить нас и принеси с собой те картины, которые ты однажды пообещал нам показать. А надо сказать, что у младшей сестры, метеори, носившей высокое звание младшей императрицы, было много свитков с красивыми картинами. Меченосец как-то говорил Акоги, что если молодой господин начнет посещать Отикубо, то он непременно покажет им эти свитки. Меченосец показал метеоре записку, полученную им от Акоги. — Так это рука твоей жены? — Коренари? — очень красиво пишет. — Вот случай, которого мы ждали. Ступай туда, все устрой. — Дайте мне на время один свиток с картинами. Нет, я сам покажу ей, как ты мне раньше советовал, когда буду у нее. Кажется, сейчас и в самом деле подвернулся удобный случай, согласился метеори. Метеори, смеясь, прошел в свои покои и нарисовал на белой бумаге недовольную физиономию мужчины. Палец во рту, губы наморщены. Внизу он написал. — Вы хотели полюбоваться на картины? Извольте, посылаю вам одну. Сжаты печально уста, устало глаза глядят. Может ли быть иначе? Мало в жизни у тех, у тех, кому так жестоки. Впрочем, это письмо ребячества с моей стороны. Собираясь отнести послание господина меченосец, сказал своей матери, которая некогда была кормилицей, метеори, приготовь каких-нибудь вкусных лакомств и уложи их в корзинку. Я скоро за ними пришлю. Он отправился к дому тюнагона и вызвал Акоги. — А где же картины? — полюбопытствовала она. — Вот здесь. Отдай-ка это письмо барышне, тогда все узнаете. Опять какой-нибудь обман нахмурилась Акоги, но все же отнесла письмо своей юной госпоже. Отикуба томилась от скуки и потому пробежала его взглядом. — Что такое? — Ты просила свитки с картинами? — воскликнула она. — Да, я писала о них меченосцу, а господин Саконон Сё-Сё верно видел мое письмо. — О, как это неприятно! У меня такое чувство, будто заглянули в самую глубь моего сердца. Для такой затворницы, как я, лучше оставаться безучастной ко всему на свете, сказала Отикуба с недовольным видом. Меченосец позвал Акоги, и она вышла к нему. — А кто остался сторожить дом? — спросил он, будто невзначай. — Как у вас стало пусто и уныло! Я сейчас пошлю к своей старушке за лакомством. И он отправил нарочного к своей матери с наказом прислать все вкусное, что только найдется в доме. Та уложила разные лакомства как можно красивее в две корзинки. Большую из них она наполнила до краев всевозможным рисовым печеньем, белым и красным в перемешку, не забыла даже положить сверток с поджареными зернами риса. И послала сопроводительное письмо. Такие кушанье едят неохотно даже в бедных домах. Боюсь, что особым живущим во дворце они придутся не по вкусу. Этот жареный рис прошу передать девочке для услуг. Как бишь ее по имени, кажется, Цую? Зная, как грустно живется покинутой всеми Оттикубо, старуха всячески старалась показать, что рада услужить ей хоть малостью. Увидев корзинки с лакомствами, Акоги воскликнула. Это странно. По какому случаю и жареный рис, и сладости? Что ты затеял? Меченосец засмеялся. Знать ничего не знаю. Зачем бы я стал дарить такие пустяки? Это моя старуха додумалась своим разумом. Эй, Цую! Возьми, убери это куда-нибудь. И Акоги с Меченосцем стали, как всегда, толковать о своих господах. Решили, что молодой господин вряд ли пожалует в такую дождливую ночь и спокойно легли спать. О, Тикуба тоже прилегла, и одна в ночной тишине стала перебирать струны своей цитры. Полилась прекрасная, полная задушевной грусти мелодия. Меченосец заслушался. Как чудесно она играет! Правда, хорошо? А ведь покойная госпожа учила ее музыке очень недолго, когда девочке было всего лет шесть. Пока они так мирно беседовали между собой, Митиори украдкой приблизился к дому. Он послал одного из слуг сказать Меченосцу, выйди ко мне немедленно для важного разговора. Тот сразу все понял и в замешательстве отозвался. Слушаюсь, сейчас иду и торопливо вышел. Акоги тем временем пошла к своей госпоже. — Ну что же? — спросил Митиори. — Я приехал в такой проливной дождь. Неужели мне возвращаться ни с чем? — Вы так внезапно пожаловали, даже не предупредили меня заранее. Как же так вдруг? — упрекнул его Меченосец. — А ведь еще неизвестно, что скажет молодая госпожа. Вряд ли что-нибудь выйдет сегодня. — Не строй такой постной рожи! И Митиори наотмашь ударил Меченосца. Тот кисло улыбнулся. — Что с вами поделаешь? Извольте выйти из экипажа. И он показал Митиори дорогу в дом. Слугам было приказано прислать экипаж утром пораньше, пока еще будет темно. Меченосец остановился возле двери в свою комнату и стал тихим голосом давать юноше советы, что дальше делать. В такую позднюю пору можно было не опасаться внезапных гостей. — Я сначала погляжу на нее хоть в щелку, — сказал Митиори. Меченосец схватил его за рукав. — Постойте! Вдруг она покажется вам не такой красивой, как вы ожидали. Что тогда, как в романах пишут, любезник взглянул на нее, а она — безобразная уродина. Ну, тогда я вместо шляпы прикрою голову рукавом и убегу, — засмеялся Митиори. Меченосец спрятал его возле решетчатого окна, а сам решил караулить снаружи, опасаясь, как бы слуги, оставленные сторожить дом, не приметили незваного гостя. Возле решетчатого окна. Двустворчатые решетчатые перегородки, ситоми, отгораживали внутренние покои от веранды. Верхняя створка могла подниматься. Митиори заглянул внутрь. Тесная коморка была еле освещена тусклым огоньком светильника, зато ни церемониальный занавес, ни ширмы не мешали взору. Все было хорошо видно. Церемониальный занавес китё загораживал знатных дам от постороннего взгляда, состоял из нескольких полотнищ, подвешенных к горизонтальной перекладине, которая была прикреплена к стоячей подставке, мог свободно передвигаться по полу. Лицом к нему сидела какая-то миловидная женщина с длинными прекрасными волосами, должно быть, Акоги. Поверх тонкого белого платья на ней было надето второе из блестящего алого шёлка. Перед ней, опираясь на локоть, полулежала на постели совсем юная девушка, наверное, она. Белое платье облегало её тонкий стан свободными лёгкими складками, ноги были прикрыты тёплой одеждой из красного шёлка на вате. Она глядела в другую сторону, лица почти не было видно, головка у неё была прелестной формы, волосы удивительно красиво падали на плечи, но не успел он налюбоваться, как огонь вдруг погас. — Какая досада! — подумал Митти Йори, и в душе его вспыхнула решимость добиться победы во что бы то ни стало. — Ах, какая темнота! ты говорила, что к тебе пришёл твой муж, иди к нему поскорей! Голос девушки, такой нежный, красивый, пленял слух. — К мужу пришёл гость, а я пока побуду с вами. Дома почти никого не осталось, должно быть, вам страшно одной? — ответила прислужница. — Мне часто бывает страшно, я уж привыкла. Когда Митти Йори вышел из своего тайника, меченосец начал его поддразнивать. — Ну, что скажете? Проводить вас домой? А где же ваша шляпа? Изволили забыть её с перепугу? — О, ты человек пристрастный, ведь ты без памяти влюблён в свою жену! — усмехнулся в ответ Митти Йори, а сам в это время думал. — Какое старое и изношенное платье у бедняжки! Ей будет совестно передо мной. — Позови свою жену поскорее, ложись-ка спать, — нетерпеливо приказал он. Меченосец пошёл к себе в спаленку и позвал Акоги. — О, нет, эту ночь я проведу возле госпожи, а ты ложись поскорее спать или в нашем закутке, или где, сам знаешь, начала блатнекиваться Акоги. — Я только хочу передать тебе то, о чём рассказал мне мой гость, — Это очень важное дело, выйди ко мне хоть на минутку, — попросил он снова через служанку Цую. Наконец Акоги отодвинула в сторону дверь и крикнула в сердцах, — Ну, в чём дело, что ты здесь буянишь? Меченосец обнял её. Гость сказал мне, — Не спи один в такую дождливую ночь, идём со мной. Акоги засмеялась. — Послушайте его, вот нашёл важное дело. Но меченосец насильно заставил её лечь с ним рядом и, не говоря ни слова, прикинулся спящим. Сон не шёл Котикубо. Полулёжа на своей постели, она стала перебирать струны цитры и тихо запела. Когда весь мир земной мне кажется печальным, хочу средь горных скал убежище найти, навеки от людей укрыться. Метеориус стал ждать, и, подумав, что сейчас настала удобная минута, поблизости никого нет, ловко при помощи кусочка дерева приподнял верхнюю створку решётчатого окна и пробрался в комнату. О, Котикубо! В испуге хотела было бежать, но он крепко сжал её в объятиях. А Коги, спавшая вместе с меченосцем в соседней комнате, услышала, как стукнуло окно. Что там такое? В испуге подумала она и попыталась было вскочить с постели, но меченосец силой удержал её. Пусти меня! Там створка окна стукнула. Пойду посмотреть, что случилось. А, пустое, это собака или крыса. Нечего бояться. С чего ты так всполошилась? Уговаривал он жену. Нет, что-то неладно. Уж, наверное, ты подстроил что-нибудь. Оттого меня и не пускаешь. С чего бы это я стал строить козни? Успокойся, ляг. Крепко обняв жену, он заставил её лечь снова. В страхе за свою госпожу Акоги горько плакала и сердилась, но вырваться так и не смогла. Ах, несчастье! Ах, ты бессердечный! Между тем, Митиори, держа девушку в объятиях, распустил на ней пояс и лёг рядом с ней на ложе. Вне себя от ужаса и отчаяния Отикуба заливалась слезами, дрожа всем телом. Вы так грустны! Мир кажется вам обителью печали. Вы хотите скрыться в глубине гор, где вас не настигнут вести о земных горестях, попытался заговорить с ней Митиори. «Кто это так говорит со мной?» подумала Отикуба. «Ах, наверное, тот знатный юноша!» И вдруг она вспомнила, что на ней старое платье и заношенная хакама. Девушке захотелось тут же умереть на месте со стыда, и она зарыдала. Вид её печали невыразимо трогал сердце. Митиори в душевном смятении не находил слов утешить её. А Коги была рядом, за стеною, и до неё донёсся звук приглушённых рыданий госпожи. «Так и есть!» подумала она, и в тревоге хотела было бежать на помощь, но меченосец снова не пустил её. «Что же это? Погубил мою госпожу, а меня держишь силой? О, недаром мне почудилось что-то неладное! Жестокий ты низкий человек!» А Коги, не помня себя от гнева, вырывалась из рук меченосца. А тот лишь посмеивался. «Знать ничего не знаю. Зачем зря меня винить? Вор не мог сейчас забраться в опочивальню твоей госпожи. Значит, там любовник. Какой толк бежать туда сейчас? Подумай сама». «Нечего прикидываться, будто ты здесь ни при чём!» рыдала Коги. «Говори сейчас, кто этот мужчина!» «Ах, ужасное дело, бедная моя барышня!» «Что за ребячество!» потешался меченосец. А Коги ещё сильнее рассердилась на него. «И я доверилась такому бессердечному человеку!» воскликнула она с горечью. Меченосцу стало жаль её. «По правде говоря, молодой господин пожаловал сюда, чтобы побеседовать с твоей госпожой. Что здесь дурного? Зачем так шуметь? Видно, их союз был заключён ещё в прежней жизни. Против судьбы не поспоришь». Согласно буддийским верованиям, душа проходит через ряд земных воплощений, возрождаясь в человеческом образе или в образе животного, растения и так далее. «Ты мне и словом не обмолвился, а госпожа моя подумает, что я с тобой в сговоре. Вот что мне горько! Ах, зачем только я покинула её нынче ночью!» — сетовала Акоги, негодуя на мужа. «Не тревожься! Она поймёт, что ты ни о чём не знала. За что ты так сердишься на меня?» И, не давая ей времени опять разразиться упрёками, меченосец снова заключил жену в объятия. «Метеори», — тихо говорил девушке, «отчего вы так бесчувственны к моей любви? Пусть я человек ничтожный, но всё же мне кажется, вам незачем приходить в такое отчаяние. Сколько раз посылал я вам письма, а вы ни разу не удостоили меня ответом. Я решил было не утруждать вас больше, раз я так вам противен. Но не знаю сам, почему. С тех пор, как я начал писать вам, вы мне сделались очень дороги. Ах, должно быть, ваша ненависть ко мне предопределена ещё в прошлой жизни, и потому я не питаю чувства горечи за то, что вы ко мне так жестоки». У Тикуба казалось, что она умрёт со стыда. На ней было только одно тонкое платье и хакама, изношенное до того, что местами сквозило ногое тело. Не описать словами, как ей было тяжело. По её лицу струился холодный пот, ещё более обильный, чем слёзы. Заметив, в каком она состоянии, метеоре проникся к ней жалостью и нежностью, он начал всячески успокаивать её и утешать, но о Тикубо не в силах была вымолвить ни слова. Сгорая от стыда, девушка в душе винила во всём Акоги. «Наконец, кончилась эта грустная ночь!» — раздался крик петуха. Метеоре воскликнул в тоске расставанье. «Всю ночь до рассвета ты только слёзы лила, я полон печали. И всё ж ненавистен мне крик петуха поутру!» Молю, отвечайте мне хоть иногда, а то я подумаю, что вы совсем дикарка, не знающая света. И вдруг, о Тикубо, невольно, словно в полузабытии, прошептала «Ты полон печали!» В устах моих замер ответ и вторит рыданью крик петуха поутру. Утру я нескоро слёзы!» Голос её ласкал слух. До тех пор метеоре был влюблён не слишком глубоко, но с этого мгновения полюбил по-настоящему. «Экипаж прибыл», донеслось с улицы. «Пойди, доложи», — велел меченосец жене. «Нынче ночью я прикинулась, будто ничего не слышу. Значит, если я прибегу к ней так рано, она поймёт, что я всё знала. Подлый ты человек! Из-за тебя, моя дорогая госпожа, меня возненавидит!» В своей ребяческой досаде Акоги казалось ему ещё милее прежнего. «Ну что ж, если госпожа твоя тебя возненавидит, то я ещё крепче буду любить!» — пошутил меченосец и, подойдя к окну комнаты Оти Кубо, подал условный знак, кашлянув два-три раза. Метеоре быстро вскочил с постели и стал помогать Оти Кубо переодеться в дневную одежду. Увидев, что девушка стынет от холода, потому что у неё нет даже тонкого платья Хито-Э, он снял с себя своё и накинул ей на плечи. Оти Кубо до крайности смутилась. Хито-Э, одежда без подкладки, которую носили мужчины и женщины. Акоги, между тем, была в большом затруднении. Она не посмела дольше без всякого явного повода оставаться у себя в комнате и явилась к своей госпоже. Оти Кубо лежала на постели. Пока Акоги раздумывалась, чего бы начать разговор, прибыли два письма и от её мужа, и от Метеоре. В письме меченосца говорилось «Несправедливо нападать на меня с такими жестокими упрёками за то, что совершилось прошлой ночью без моего ведома. Вперёд я не буду сопровождать молодого господина, если твоей госпоже будет грозить малейшее неуважение. Испуганная тем, что произошло вчера, ты боишься, как бы ни случилось в будущем чего-нибудь ещё худшего, и верно клянёшь меня, думая, какой негодяй, он мог обидеть даже мою кроткую госпожу. Из-за этого мне стала несносной самая мысль о любовном союзе между нашими господами. Но как быть? Молодой господин шлёт письмо. Надо дать на него ответ. Так уж в свете водится. А ты со своей стороны напиши мне обо всём, что тебя тревожит». Акоги подала Отикубо любовное послание от Метеоре. «Вот письмо к вашей милости. Странное дело, вчера я вдруг уснула крепким сном и не заметила, как наступило утро. Впрочем, вы верно думаете, что я ищу оправданий». Акоги пыталась угадать, что на сердце у её юной госпожи. «Если б только я знала, разве я стала бы молчать?» всячески клялась она в своей невиновности. Но ответа не было. Отикубо продолжала лежать неподвижно. «Так вы всё-таки думаете, что я знала? Какая жестокость! Я много лет служила вам верой и правдой. Неужели я решилась бы на такое бесчестное дело? Вас покинули одну дома. Я пожалела вас, отказавшись от чудесной поездки. И вот награда! Вы даже не хотите слушать никаких оправданий. Если ваше сердце ничем нельзя тронуть, то как могу я служить вам? Уйду, куда глаза глядят!» плакала Акоги. Отикубо стала жаль её. «О, нет! Я не думаю, что ты об этом знала заранее. Всё случилось так неожиданно, так внезапно. Но, как невелико моё отчаяние, к нему ещё примешивается стыд, ведь он видел меня в таком жалком трепье. Если б жива была моя матушка, разве могло бы со мной случиться такое несчастье?» говорила Отикубо, роняя слёзы. «Это сущая правда. У вас призлая мачеха. Наверное, господин Саконнон всё-сё услышал о том, как она бессердечна и проникся сожалением к вашей участи. Понимаю, каково у вас сейчас на душе. Но всё же, если только чувство молодого господина к вам останется неизменным, то радоваться надо тому, что случилось, а не плакать. Ах, на что я могу надеяться? Он видел меня в лохмотьях. Кто может полюбить такое пугало? А что скажет моя строгая мачеха, когда слухи дойдут до её ушей? Если она взяла себе мужа и собирается без моего ведома шить на чужую семью, скажет мачеха, то нечего ей оставаться в моём доме?» Увидев, в каком страхе находится Оти Кубо, Акоги стал её успокаивать. «Ну и пусть вот ещё беда! Что же вам весь свой век, что ли, здесь мучиться? Да это счастье, если она вас выгонит! До каких пор можно терпеть? Разве не пугает вас мысль о том, что вам придётся всё время шить на её зятьёв?» Между тем посланец попросил дать ответ на письмо. «Скорее прочтём это послание, ведь слезами теперь горю не поможешь!» Акоги раскрыла письмо и показала его своей госпоже. Она пробежала его глазами, не подымая головы. «Кто скажет, отчего люблю тебя сегодня по-иному? Влюблённость прежних дней теперь ничто, поверь, пред этой новую любовью!» В письме было лишь это стихотворение и больше ничего. Отику Бо не стала отвечать, сославшись на нездоровье. Акоги написала меченосцу, «Не по сердцу мне твои поступки». Что всё это означает? Вчерашнее твоё поведение отвратительно, подло, чудовищно. Ты обнаружил такую бездну душевной низости, что я не смогу доверять тебе в будущем. Госпожа моя так жестоко страдает, что до сих пор не может подняться с постели. Письмо молодого господина осталось непрочитанным. Мне так жаль мою госпожу, душа надрывается глядеть на неё. Меченосец поспешил рассказать обо всём метеоре. Тот не поверил, что он настолько противен девушке, а подумал, что она стыдится своего нищенского наряда, пожалел её и ещё больше затасковал по ней. В тот же день он написал ей другое письмо. Отчего бы это? Вы по-прежнему суровы ко мне, а между тем моя нежность к вам всё растёт. Всё пламень не люблю, а ты сказала льда. Льда сердца твоего не в силах растопить любовный пламень мой. В письме меченосца говорилось «Будет очень плохо, если барышня твоя и на этот раз не даст ответа. Надо постараться, чтоб они полюбили друг друга всей душой. Чувство молодого господина, как я вижу, долговечное, он и сам так говорит». А Коги стала упрашивать свою госпожу на этот раз непременно ответить на письмо, но при мысли о том, какое впечатление должен был произвести её жалкий вид на метеоре, Оти Кубо не помнила себя от стыда и отчаяния и никак не могла собраться с духом написать ответ. Она лежала на постели, накрывшись с головой одеялом. Устав уговаривать её, что о Коги написала мужу. Госпожа моя прочла письмо, но так страдает, что не в силах отвечать. Ты пишешь, что любовь молодого господина прочна и долговечна. Как можно об этом судить? Ведь не прошло и дня со времени их первой встречи. «Если господин сакон но сё-сё рассердится на то, что ответа опять не было, постарайся как-нибудь смягчить его досаду». Меченосец показал Метеоре письмо своей жены. «О, жена у тебя умница, умеет, кстати, сказать слово», улыбнулся Метеоре. «А Химе Гимми, должно быть, почувствовала лёгкую дурноту от избытка застенчивости и смущения». «Химе Гимми», так почтительно называли девушек из благородного семейства. Между тем, Акоги была одна. Посоветоваться ей было не с кем. Сердце у неё разрывалось на тысячу частей от тревоги. Ей не сиделось на месте. Она принялась смахивать пыль, но прибрать покрасивее комнатку, отикубо никак не удавалось. Не было ни ширм, ни занавеса. Отикубо всё лежало неподвижно. Акоги хотела было поднять её, чтобы привести в порядок постель. Лицо девушки опухло от слёз, глаза покраснели до того, что она стала сама на себя не похожа. Акоги, пожалев её, заботливо сказала ей тоном старшей, «Причешите волосы». Но Атикубо только проронила в ответ, «Мне совсем худо» и даже не подняла головы. У Атикубо было несколько ценных вещей, доставшихся ей по наследству от покойной матери, и среди них очень красивое зеркало. «Хорошо, что хоть зеркало есть», подумала Акоги и, обтерев его, положила у изголовья Атикубо. Акоги хлопотала, выполняя одна за двоих работу и камеристки и простой служанки. «Сегодня он придет непременно», думала она с тревогой. «Простите за смелость, но эти Хакама еще совсем новые, как досадно, первая встреча, и вдруг он увидел вас в таком жалком уборе». На Акоги были нарядные Хакама, которые она надела всего раз, другой во время ночного дежурства в господских покоях. Она решила тайком от всех подарить их Атикубо. «С моей стороны, это, конечно, большая дерзость, но ведь никто не узнает. Пожалуйста, не отказывайтесь». Атикубо стыдилась принять подарок, но в то же время ей слишком горько было думать, что и нынешней ночью она предстанет перед своим возлюбленным в таком жалком виде, и она, поблагодарив, нехотя надела их. «На празднике по случаю совершеннолетия вашей сестры санно Кимми мне подарили две-три палочки для выжигания ароматов. Сейчас они нам пригодятся». Акоги зажгла палочки и окурила ароматом платье Атикубо. «Необходим широкий занавес, чтобы загородить постель», думала она. «Как быть, ума не приложу, может взять в долг на время у кого-нибудь. Ночная одежда у нее совсем плохая, тонкая. У кого бы попросить красивую одежду?» У Акоги голова пошла кругом от забот. Она решила срочно послать письмо своей тетке, муж которой раньше служил в императорском дворце, а теперь был назначен правителем провинции Идзуми. «Прошу вас не отказать мне в неотложной просьбе. Одна важная особа должна провести ночь в нашем доме, потому что дорога грозит ей бедой. Нужен занавес». «Дорога грозит ей бедой». Перед поездкой узнавали при помощи гадания, не заграждает ли путь одно из грозных божеств неба, чтимых в древней магии. Суеверие этого рода создавало иногда большие затруднения при путешествии. Беду пытались предотвратить разными способами, например, останавливались ночевать в чужом доме. «А ночная одежда моей госпожи мне кажется совсем не подходящей для такой важной гостьи. Нет ли у вас хорошей? Пожалуйста, одолжите на время. Я бы не стала тревожить вас по пустякам», торопливо писала о Коге. Тетка ответила ей, «Я так была огорчена твоим долгим молчанием, что очень рада этому случаю. Напишу тебе обо всем после, а теперь о деле». «Ночная одежда у меня самая грубая», писала тетка, «но ведь я шила ее для себя самой. У вас в доме, наверное, много таких, посылаю и занавес». Теплая одежда на вате была двухцветной, верх светло-пурпурный, а подкладка синяя. Радости Акоги не было конца. Она с торжеством показала новый наряд своей госпоже, но как раз когда Акоги поспешно развязывала шнуры занавеса, появился Митейори, и она провела его к своей госпоже. Оти Куба все еще лежала на постели при виде гостя, она из вежливости хотела было встать. «Зачем вы встаете? Вам ведь не здоровиться», ласково сказал ей Митейори. Одежды девушки благоухали, на ней были и красивые хитоэ, и нарядные хакама. Чувствуя, что сейчас она одета не хуже других, Оти Куба не испытывала прежнего жгучего стыда, и Митейори тоже почувствовал себя спокойнее. В эту ночь Оти Куба иногда решалась проронить несколько слов в ответ своему возлюбленному. Наступил рассвет, прервав любовные речи юноши. Доложили, что прибыл экипаж. «Что это? Как будто дождь? Подождите немного», отозвался он, не поднимаясь с ложа. Надо было молодым господам подать воды для умывания и завтрак, а Коги отправилась на кухню. Вообще в отсутствие господ в доме ничего не готовили, но она попробовала выпросить что-нибудь устрепухи. Прошлым вечером к моему мужу зашел один приятель, чтобы потолковать о делах, но из-за проливного дождя ему пришлось заночевать. Хотелось бы угостить его завтраком. Да на беду у меня ничего нет. Извини, пожалуйста, за просьбу, но не дашь ли ты мне немного вина? И не осталось ли у тебя немного сушеных водорослей на закуску? Дай хоть чуточку. Ах, от души жалею тебя. Досадно, конечно, если нечем угостить знакомого человека. У меня, пожалуй, найдутся кое-какие лакомства. Я берегла их к приезду хозяев. О, когда господа пожалуют, то верно сразу же будет устроено славное угощение в честь их приезда. На это ты первая мастерица. Акоги заметила, что стрепуха пришла в хорошее расположение духа и без дальних церемоний наполнила вином стоявший поблизости кувшинчик. Оставь, пожалуйста, хоть немного на донышке. Хорошо, хорошо, отозвалась Акоги и, завернув бумагу немного сушеных водорослей и рисовых зерен, положила сверток в корзинку для угля и понесла в свою комнату. Позвав служаночку Цую, она приказала ей, приготовь-ка завтрак, досмотри повкуснее, а сама отправилась искать красивый поднос. Но первым делом она стала думать, где можно найти тазик для умывания. У моей госпожи, конечно, такого не найдется. Возьму-ка я на время тазик сонокими и подам в нем воду, сказала она самой себе и распустила по плечам свои скрученные в узел волосы, чтобы предстать перед господами в подобающем виде. Отикубо лежала на постели, истомленная душевной мукой. Появилась Акоги в красивой одежде, наряженная самым парадным образом, поясок повязан с изящной непринужденностью. Сзади со спины было видно, что ее длинные черные волосы стелются за ней по полу. Меченосец проводил свою жену влюбленным взглядом. По дороге в покое Отикубо Акоги сказала как бы про себя «Оставить, что ли, оконные решетки закрытыми?» Метеори услышал, и ему захотелось посмотреть на свою возлюбленную при ярком свете. «Госпожа приказала открыть окно, здесь очень темно», сказал он. Акоги подставила себе под ноги какой-то случайно стоявший на веранде ящик и подняла решетчатую раму. Метеори встал с ложа, оделся и спросил «Что, экипаж мой прибыл?» «Стоит перед воротами». Он уже собрался уходить, как вдруг Акоги подала на подносе изысканный завтрак. Не был забыт и тазик с водой для умывания. «Что за чудо!» удивился Метеори, так много слышавший о том, в какой нищете живет девушка. Он никак не мог взять в толп, откуда что взялось. По счастью, начал накрапывать небольшой дождь. Кругом было безлюдно и тихо. Собираясь уходить, Метеори бросил быстрый взгляд на свою возлюбленную в ярком утренем свете. Она показалась ему невыразимо прекрасной и еще желанней прежнего. Когда Метеори ушел, Отикубо немного отведала от поданных на завтрак лакомств и потом снова легла. Близилась третья свадебная ночь, когда полагается угостить молодых особыми лакомствами. Что было делать? Он непременно пожалует, думала в тревоге о Коге, но посоветоваться ей было не с кем, и она снова написала своей тетке в Эдзуме. Я от всей души благодарю вас за то, что вы прислали мне все, о чем я просила. Боюсь надоесть вам своими просьбами, но случилось так, что нынешним вечером мне непременно надо подать гостям рисовое печенье Мотии. Пожалуйста, пришлите вместе с ним еще немного каких-нибудь сладостей. Я думала, что гостья пробудет у нас всего день другой, но ей придется сорок пять дней ожидать, чтобы можно было продолжать дорогу со счастливым предзнаменованием. Позвольте мне оставить у себя ненадолго присланные вами вещи. Кстати, не найдется ли у вас красивого тазика для умывания? Простите, что я докучаю вам множеством просьб, но вы, тетушка, всегда были для меня главной опорой в жизни. Мотии, свадебное угощение, приготовлялось из отбитого в ступке вареного риса. Согласно древнему свадебному ритуалу, новобрачным на третью ночь подавались особые мотии в честь божественной четы Идзанаги и Идзанами. От Мити-Йори прибыло любовное послание. Вдали от себя в одиночестве хочу быть с тобой неразлучна, как телу всегда сопутствует его отраженный образ в глубинах ясного зеркала. О, Тикубо впервые послала своему возлюбленному ответную песню. Пусть верным спутником кажется послушное отражение, но слишком оно изменчиво любой появляется образ в глубинах ясного зеркала. Почерк у нее был удивительно изящный. Восхищенный взгляд, которым смотрел на ее письмо Мити-Йори, без слов говорил о том, что любовь в его сердце обрела новые силы. А Коги получила от своей тетушки такой ответ. «Я всегда мечтала заменить тебе твою покойную мать, ведь у меня нет собственных дочерей. Заботиться о тебе как о родном детище, окружить тебя самым нежным попечением, чтобы жизнь твоя текла легко и радостно, вот что было всегда моим самым заветным желанием. Но сколько раз я не присылала за тобой, ты неизменно отвечала мне отказом. Как же было мне не обижаться на тебя? Распоряжайся как хочешь всем, что я тебе прислала, посылаю тебе и тазик для умывания, но я удивлена, ведь во дворце, где ты служишь, такие вещи должны быть в изобилии. Что ж ты раньше не попросила меня прислать их? Неприятно и унизительно нуждаться в самом необходимом, как это могло случиться? Моти, дело нехитрое, я сейчас же их приготовлю, но твои просьбы наводят меня на мысль, что в доме у вас появился молодой зять, верно готовится угощение в честь третьей ночи, что бы там ни было, хочу тебя повидать, я остысковалась по тебе. Проси у меня все, что только тебе понадобится, муж мой управляет владениями, приносящими очень хороший доход, и я могу прислать любую вещь, в которой у тебя встретится нужда. Акоги была вне себя от радости, получив это письмо, такое нежное и ласковое, она показала его своей госпоже. К чему это угощение? недоуменно спросила Отти Кубо. Так, есть один маленький повод, лукаво усмехнулась Акоги. Скоро из дома ее тетки доставили великолепный О-Дзен. О-Дзен японский низенький столик для еды. Тазик для умывания тоже радовал глаза. В большой корзине был ослепительно белый рис и бережно завернутые в бумагу лакомства и закуски. Нынче как раз третья ночь после их первой встречи думала Акоги, вынимая из корзины и раскладывая на подносе разные кушанья, сухую рыбу, фрукты, каштаны, я могу подать отличное угощение как следует по обычаю. Но когда день стал склоняться к вечеру, дождь притихший было полил снова, грозя сделать дороги непроезжими. У Акоги душа была не на месте от страха, что обещанная теткой печенье третьей ночи не успеет прибыть вовремя. Но вдруг слуга под большим зонтом принес ларец из дерева магнолии, словами не выразить, как обрадовалась Акоги. Открыла крышку, взглянула. И когда только тетушка успела, было там и печенье двух сортов с душистыми травами, и обычное печенье тоже двух сортов, все самого миниатюрного размера, и при том искусно окрашенное в разные цвета. А в сопроводительной записке говорилось, «Я изготовила это печенье в торопях, вряд ли я сумею угодить своей стрепней изысканному вкусу твоих гостей, очень жалею, что у меня не было возможности проявить в полной мере мое усердие». Посланец спешил вернуться, пока дождь не сделает дорогу совсем непроходимой, он даже отказался от угощения и только выпил немного вина. Акоги полной радости поспешно набросала короткое письмецо, «Благодарность мою не выразить словами». Наконец, все приготовления были успешно закончены. О счастье! Она положила немного печенья в чашечку с крышкой и отнесла своей госпоже. С наступлением темноты дождь спалил такими яростными потоками, что страшно было даже голову высунуть из дома. Метеори сказал меченосцу, «Жаль, но, кажется, нельзя будет мне туда поехать. Взгляни, что делается на дворе». «Вы только начали посещать этот дом», ответил меченосец с озабоченным видом, «были там всего раз другой. Очень досадно, если сегодня вы не сможете поехать, но на беду зарядил такой дождь. Что ж делать? Это не ваша вина. Извольте только написать госпоже, почему вы сегодня не можете быть у нее». «Это верно». Метеори поспешно взялся за кисть. «Я думал посетить вас нынче ночью, но проливной дождь помешал мне. Не подумайте обо мне дурного, сердце мое по-прежнему вам предано». Меченосец отправил Акоги записку. «Я скоро буду». Молодой господин тоже собирался к вам и очень огорчен тем, что дороги стали непроезжими. Все хлопоты Акоги кончились ничем. В жестокой досаде она ответила меченосцу «Ах, вот оно, что дождь, видите ли, помешал, а разве не говорит старая песня «Пусть льется дождь еще сильней, я встречусь все равно с моей любимой». Но у господина саконно все нет сердца. «Ты пишешь самым беззаботным образом, что явишься к нам один». Навлек на мою госпожу такое несчастье, а самому и горе мало, о, недаром поется в песне, но если этой ночью ты не придешь ко мне, что ждать тебя напрасно? «Так так он не изволит прийти даже на третью ночь, ну и пусть». Оти Кубо написала только «Ах, часто и в былые дни роняла я росинки слез, и смерть звала к себе напрасно, но дождь печальной этой ночи сильней намочит рукава». Письма эти были доставлены поздно вечером, уже минул час пса. Час пса время с шести до восьми часов вечера. Когда метеоре при свете огня увидел стихотворение Оти Кубо, его сердце переполнилось жалостью к ней. Прочтя письмо жены меченосца, он заметил, здесь много несправедливых упреков, но ведь нынче и в самом деле третья ночь. Пропустить ее не предвещает ничего хорошего. Дождь палил еще сильнее. В печальной задумчивости юноша полулежал, опершись щекой на руку. Меченосец, тяжело вздохнув, собрался было отправиться в дорогу один, но метеоре окликнул его. «Подожди немного. Ты что хочешь делать? Идти туда? Да, я хочу сказать им несколько слов в утешение». «Ну, в таком случае и я с тобой». «Вот это отлично! Достань мне большой зонт, я сейчас переоденусь». И с этими словами метеоре прошел вглубь дома, а меченосец отправился искать зонт. Между тем Акоги, не зная, что метеоре решился прийти пешком, несмотря ни на что громко жаловалась. «Ах, проклятый дождь!» От Якуба увидела, что Акоги выходит из себя от досады и, стараясь скрыть огорчение, спросила, «Отчего ты так бронишь его?» «Да если бы он еще моросил понемногу, так вот нет же, как назло, хлынул потоком противный». Оти Кубо еле слышно прошептала слова из одной песни о любви, узнав о печали моей, дождь спролил потоки слез. «Что у нее на сердце?» смутилась Акоги и молча прилегла подперев голову рукой. Между тем Митий Йори скинул с себя верхнюю одежду, надел взамен простое некрашенное платье и пустился в дорогу в сопровождении одного только меченосца. Спрятавшись от дождя вдвоем под одним огромным зонтом, они потихоньку открыли ворота и, крадучись, вышли на дорогу. Стояла непроглядная тьма. Спотыкаясь, путники еле брели по скверной усеянной выбоинами дороге, как вдруг на перекрестке им попалась навстречу ватага каких-то челединцев с факелами в руках. Крича во все горло, они изгоняли прохожих с дороги. Видно, должна была проехать важная персона. Улица была такая тесная, что укрыться от них было негде. Митий Йори и Меченосец попробовали было пройти незамеченными вдоль стены, прикрываясь с зонтом, чтобы их не узнали в лицо. Но стражники загалдели. Эй, вы там, прохожие люди, куда это вас несет ночью в темноте под проливным дождем? И почему вы только вдвоем хватаете их? Что было делать? Пришлось остановиться, как было приказано, на самом краю дороги. Стражники, размахивая факелами перед самым их носом, орали. Гляньте-ка, да у них ноги совсем белые, выходит, это не грабители с большой дороги. Но один возразил, так что же, у домушников ноги всегда белые. Митиори с Меченосцем попробовали было пройти дальше, но стражники крикнули, ноглицы, как вы смеете стоять во весь рост, а ну кланяйтесь в землю живо и давай молотить кулаками по зонту. Хочешь, не хочешь, пришлось бить челом на грязной покрытой навозом дороге. Но грубияны не унимались. А, вы еще нарочно зонтом загораживаетесь? И потянули зонт в сторону, так что оба молодых человека свалились прямо в груду навоза, а стражники, освещая их огнем факелов, издевались над ними. «Вон на том, глядите, шелковые штаны, это какой-нибудь бедняк вырядился так, чтобы пойти к своей любовнице». Наконец они ушли, и путники могли подняться на ноги. «Это, видно, начальник дворцовой стражи делал ночной обход». Разговаривали они между собой, смеясь. Душа в пятке ушла от страха. Домушники с белыми ногами ловко придумали. Вот потеха. «Ну, идем скорее домой», воскликнул метеори. «Мы перемазались в навозе, от нас дурно пахнет. Если явимся в таком виде к нашим возлюбленным, то нас ждет плохой прием. Еще чего доброго отвернуться от нас». Меченосец прыснул от смеха. «О, нет! Если мы придем в такой проливной дождь, то докажем нашу преданность. Им покажется, что от нас исходит не вонь, а сладчайшее благоухание. К тому же мы уже прошли более половины дороги. Домой возвращаться дальше. Прошу вас, будем продолжать наш путь». Метеори согласился с ним в душе, что жалко будет упустить такой случай доказать Оти Кубо, насколько глубока его любовь. И снова пустился в дорогу. Ворота были уже закрыты на ночь, и они с трудом достучались. Меченосец провел молодого господина в свою комнату. «Прежде всего нам нужна вода», сказал он, и, обмыв ноги Метеори, помылся сам. «Встанем утром пораньше и уйдем затемно. Нечего мешкать. Вид у нас самый плачевный», решил Метеори и постучал в окно комнаты своей возлюбленной. О, Тикубо была полна печали, думая, что ее покинули так скоро и так жестоко. Но больше всего она боялась, что строгая мачеха все узнает. Бедняжка глаз не могла сомкнуть. Уткнувшись в свою подушку, она заливалась слезами. А Коги, огорченная тем, что все ее труды пропали даром, лежала, опершись на руку напротив своей госпожи. Услышав стук, она проворно вскочила. Что это? Кажется, в окно постучали. «Отоприте!» послышался голос. Изумленная Акоги подняла решетчатую створку, и Метеори появился в комнате, но в каком виде? На нем сухой нитки не было. Неужели пешком подумала Акоги. Чувство радостной благодарности переполнило ее сердце до краев. «Как случилось, что вы так промокли?» спросила она. «Да вот твой муж, Коронари. Все тревожился, что ему предстоит строгий расчет с твоей госпожой, и мне стало его жаль. Я тоже закатал своих Акама до самых колен, подвязал шнурками и в путь, но по дороге упал прямо в грязь», говорил он, торопливо раздеваясь. Акоги накинула на него одежду своей госпожи. «Дайте сюда высушу», сказала она, принимая от него сырое платье. Митя метеори подошел такую печалью, и стропу. «О том, что грустила ты, без слов говорят твои рукава». О, Тикуба закончила тонку, молвив в ответ, «Ах, это печалится дождь», узнав о моей судьбе. «Вы говорите, что дождь печалится о вашей судьбе, но тогда зачем же он льет понапрасну, ведь я здесь», и он опустился на ложе рядом с ней. Акоги красиво уложила печенье на крышке ларца и подала со словами, «Отведайте, пожалуйста». Митяори отозвался, «Сил нет, как спать хочется». «Ах, что вы, нынче вечером непременно надо съесть немного этого печенья?» «Почему?» поднял он голову и увидел печенье третьей ночи. «Кто это так красиво его приготовил?» подумал Митяори. «Значит, меня ждали». Ему вдруг стало смешно. «Ах, это Моти! Я слышал, что новобрачных угощают этим печеньем согласно старинному обряду. Что за обряд такой?» «А вы будто до сих пор не знаете», — ехидна заметила Акоги. «Конечно нет. Когда же одинокому холостяку случается пробовать свадебное печенье?» «Новобрачный должен съесть три штуки». «Просто-напросто». «Как это обыденно? Три штуки? А сколько же должна съесть новобрачная?» «Сколько ее душе хочется!» «На это не отправил?» засмеялась Акоги. «Ну, тогда и вы отведайте», — сказал он Отикубо, но она смущенно отказалась. Метеори с торжественным видом съел три штуки. «А что, молодой муж Санно Кимми тоже ел это печенье, как я?» «Уж само собой, ему тоже подавали», — улыбнулась Акоги. Было уже поздно, и молодые скоро уснули. Акоги пошла к меченосцу. Он был еще совсем мокрый и сидел съежившись в комок от холода. «Как ты промок? Зонта, что ли, не было?» Меченосец тихим голосом рассказал ей про встречу с ночной стражей. «Ну, что ты скажешь? О такой пылкой страсти мир не слыхал ни в наше время, ни в седую старину, смеясь, заметил он. Согласись, что такая любовь беспримерно?» «Да, конечно, он увлечен, ответила Акоги, это правда. Но любит он далеко еще не так сильно, как надо бы». «Не так сильно, сказала тоже. Женщина всегда тем и досаждает, что никак не возьмет в толк, к чему обязывает человека его положение в свете, а по мне, любую обиду можно простить за один такой сердечный порыв, какой был у него этой ночью». «Это ты в свою пользу говоришь», отозвалась Акоги, засыпая. И вдруг у нее вырвалось. «Нет, правда, какой был бы ужас, если бы он сегодня не пришел». Беседуя так, они уснули. Ночь близилась к концу, забрежжил рассвет. Метеори не хотелось расставаться со своей возлюбленной. «Зачем торопиться домой, кругом все еще тихо», говорил он. Акоги места не находила от беспокойства, ведь именно сегодня ее господа должны были вернуться из поездки в Исияма. Соберется много людей, кто-нибудь и сюда может заглянуть по дороге. Она торопливо хлопотала, чтобы подать поскорее завтрак и воду для умывания. Меченосец заметил встревожный вид Акоги. «Ты что суетишься? Как же мне быть спокойной? Он в такой тесной комнатке, там негде спрятаться, все на виду. Я в ужасном страхе, вдруг кто-нибудь придет». «Велите подать мой экипаж, я сейчас тихонько выйду», сказал Метеори. Но в эту самую минуту послышался шум голосов. Это вернулись господа и слуги, ездившие на поклонение в Исияма. Теперь экипаж ни к чему, Метеори уже не мог покинуть дом. О, Тикубо, сердце разрывалось от страха при мысли, что сейчас кто-нибудь заглянет в ее коморку. Акоги тоже не помнила себя от испуга, но даже в таком смятении чувств она не забыла подать молодому господину поднос с хорошо приготовленным завтраком и воду для умывания. А между тем прибывшим господам понадобилась служанка. Не успела мачеха выйти из экипажа, как начала кричать во весь голос «Акоги! Акоги!» О, несчастье! Акоги поспешно отодвинула Сё-Дзи, которые отгораживали ее клетушку в маленьком домике и выбежала, даже не закрыв за собой скользящую дверь. Сё-Дзи в японском доме легкие раздвижные перегородки, оклеенные бумагой. Когда она пришла на веранду главного дворца, госпожа Кита-но-като язвительно сказала ей, «Все наши спутники устали с дороги и пошли отдохнуть. Ты все время ничего не делала, а между тем даже не сочла нужным выйти нам навстречу. Помни, самые неприятные слуги это те, которые держат чью-нибудь сторону против своих господ и умеют только досаждать. Можешь отправляться к своей отикубо». Акоги в душе обрадовалась, но постаралась сделать виноватое лицо. «Простите, пожалуйста, вы так внезапно приехали, что я не успела переодеться». «Хорошо, хорошо, подай скорее умываться». Акоги поторопилась уйти, не чуя под собой ног от радости. Тем временем поспел завтрак. Она сбегала на кухню, выпросила у стрепухи немного разных лакомств в обмен на белый рис, полученный ею от тетки, и подала метеори отличный завтрак. Метеори, знавший, что его возлюбленная во всем терпит недостаток, изумился такому изысканному угощению, где только Акоги все это раздобыло, думал он. Юноша еле притронулся к кушаньям, а Тикубо совсем отказалась от еды. Акоги положил завтрак в лакированную чашку с крышкой и угостила меченосца на славу. Я уж давненько сюда хожу, а так лакомо едать мне здесь еще не приходилось. Наверное, все это на радостях, что молодой господин изволил прийти прошлой ночью, несмотря ни на что, поддразнил свою жену меченосец. Это дорожный посошок, чтобы ты со мной простился поласковее. А, даже страх берет, до чего хитра. Так обменивались шутками о коге с меченосцем. Молодые не вставали с ложа до самого полудня. И надо же было случиться, что мачеха зашла в домик отикубо. Она редко заглядывала к пачерице, а тут вдруг ей из чего-то пришло в голову отодвинуть седзи в глубине покоя. Седзи двигались очень туго. «Отворите!» повелительно крикнула госпожа Китано-ката. При звуках этого голоса молодые женщины пришли в ужасное смятение. «Впустите ее! Если она отодвинет занавес и заглянет сюда, я накроюсь с головой», — успокаивал их метеори. Они-то отлично знали, что мачеха способна заглянуть во все углы, но спрятать юношу больше было негде. Отикубо, замирая от страха, села перед занавесом. «Отчего так долго не открываете?» сердилась мачеха. «Барышня затворилась и будет два дня сегодня и завтра совершать обряд поста и воздержания», — отозвалась Акоги. «Что за лишние церемонии напускает на себя важность? где же это слыхано совершать такой обряд в чужом доме?» «Открой, пусть войдет», — приказала Отикубо. Акоги отодвинулась от Зи, и мачеха ворвалась, кипя от ярости, уселась на самой середине комнаты, подняв одно колено кверху и стала водить вокруг зорким взглядом. Ей сразу бросилась в глаза, что комната убрана совсем по-новому. Перед постелью висел занавес, сама девушка была принаряжена, а в воздухе носился тонкий аромат. Мачехе это показалось подозрительным. «Почему здесь все по-новому? Что-нибудь случилось в мое отсутствие?» спросила она. Отикубо залилась румянцем. «Нет, ничего особенного». Метеори захотел узнать, как выглядит мачеха, о которой он столько наслышался. Он поглядел на нее в щель между двумя полотнищами занавеса. На мачехе было платье из белого узорчатого шелка, а под ним еще несколько из светло-алого шелка не лучшего качества. Лицо довольно плоское, настоящая госпожа из северных покоев. Род у нее был не лишен приятности, так что мачеха могла бы казаться даже довольно привлекательной, если б не густые брови, придававшие ее лицу злое выражение. — Я к тебе с просьбой. Сегодня я купила прекрасное зеркало, и мне кажется, что оно как раз подходит по размеру к твоей шкатулке. Одолжи мне ее на время. Я купила прекрасное зеркало. Древние зеркала были из бронзы. — С удовольствием, пожалуйста, ответила Отикубо. Ты всегда охотно соглашаешься, очень мило с твоей стороны, так я возьму шкатулку. Она придвинула шкатулку к себе, вынула из нее зеркало Отикубо и попробовала вставить свое новое зеркало. Оно как раз подошло к шкатулке. — Отличное зеркало я купила, и шкатулка хороша, такого лака маке теперь не делают, говорила мачеха, любовно поглаживая шкатулку. Лак маке лак украшенный золотом и серебром. А Коги стало нестерпимо досадно. «Но у моей барышни теперь не будет шкатулки для зеркала, как же без нее?» «Ничего, я куплю ей другую», сказала мачеха, вставая с места. Вид у нее был очень довольный. «А откуда у тебя такой красивый занавес?» «И другие появились вещи, которых я раньше не видела. Ох, боюсь, что это неспроста». «Нет, неспроста это?» «При мысли, что метеори все слышат, о Тикубо готова была умереть от стыда, она ответила только «Я попросила прислать эти вещи из дома моей матушке. Без них комната выглядит неуютно». Эти слова не рассеяли подозрений мачехи. Как только она вышла из комнаты, А Коги дала волю своему возмущению. Ах, да чего же обидно! Мало того, что эта скупердяйка никогда ничего вам не дарит, так еще и последнее норовит отобрать. Когда праздновали свадьбу барышни с Анно Кими, она у вас забрала ширмы и много других хороших вещей, будто бы на время. И, как она уверяла, «Я починю их для тебя и снова верну». Но только и сейчас эти ширмы стоят у вашей мачехи, будто ее собственные. Все забрала и чашки, и разную другую посуду, и утварь. Вот попрошу у господина, чтобы он велел все вернуть, и заберу обратно. Ведь она все эти вещи без зазрения совести отдала своим дочерям. У моей барыш недобрая душа, вот бессовестная мачеха и пользуется этим. Но дождешься от нее благодарности. Как же! Что ты? Матушка непременно вернет все вещи, когда минует в них надобность, успокоительно сказала Оти Кубо, которую позабавила гневная вспышка Акоги. Мити Йори слушал и думал, как она добра. Отодвинув занавес, он притянул к себе Оти Кубо и спросил, мачеха ваша еще довольно маложава на вид. А что дочери похожи на мать? О, нет, все они очень хороши собой, ответила Оти Кубо. Матушка выглядела сегодня хуже обычного и потому могла показаться вам безобразной, а на самом деле она совсем не такая. Оти Кубо немного оттаяла и показалась ему такой милой, что он подумал, как горько пришлось бы мне пожалеть, если б я отказался от этой любви, не ожидая многого. Счастье, что этого не случилось. Вскоре мачеха в самом деле прислала другую шкатулку для зеркала. Это был покрытый черным лаком ящичек старинного фасона, размером девять вершков ширину, восемь в высоту, обвешалой до того, что местами лак с него облупился. Но мачеха велела сообщить, эта шкатулка очень ценная, она не расписана золотом, зато лак старинной работы. А Коги, посмеиваясь, попробовала вложить зеркало в шкатулку, но оказалось, что они совсем не подходят друг к другу по размеру. Ах, какая гадость! Уж лучше пусть зеркало так лежит без шкатулки, смотреть не хочется, до чего безобразно. Оти Кубо мягко остановила ее, не говори так, прошу тебя, я с благодарностью принимаю эту прекрасную вещь, и отослала молодую служанку обратно. Митиори взял в руки шкатулку и усмехнулся, где только ваша матушка отыскала такую древность. Если все ее вещи похожи на эту, то в мире нет им подобных, я даже чувствую нечто вроде священного трепета перед этой почтенной реликвией старины. На рассвете он вернулся к себе домой. Оти Кубо поднялась с постели. «Как удалось тебе так искусно скрыть от людских глаз мой позор? Ведь это счастье, что у нас был занавес». А Коги все ей рассказала. Она еще была молода годами, а уже умела придумывать разные хитрые уловки. Оти Кубо почувствовала к ней и жалость, и нежность. Видно, недаром ее раньше звали «Усироми оберегающая», подумала она. Рассказав со слов меченосца обо всем, что случилось с молодыми людьми прошлой ночью, А Коги воскликнула «Подумайте, как сильно любит вас молодой господин! Ах, если только сердце его окажется постоянным! Какое это будет счастье! Никто на свете не посмеет больше унижать и презирать вас!» Но Метеори не смог прийти на следующую ночь, потому что ему пришлось нести караульную службу в императорском дворце. Утром он прислал письмо, в котором все объяснял. «Прошлой ночью я должен был нести стражу во дворце государя, и потому не мог посетить вас. Уж, наверное, А Коги накинулась с упреками на беднягу Коренари». Воображаю себе эту сцену. От кого только она научилась так брониться? При этой мысли у меня перед глазами как живая встает ваша мачеха, даже становится жутко. «Какой теперь мне кажется ничтожной бывалая любовь моя к тебе?» вспоминал я ночью слова старинной песни, а от себя скажу. «Когда-то было не так, когда-то вдали от себя, все ночи я спал безмятежно, теперь на одну только ночь с тобою мне грустно расстаться». «Не думаете ли вы, что пора вам покинуть дом, где вы терпели одни только притеснения? Я поищу для вас такое укромное убежище, где жизнь ваша станет радостной». «Я мигом доставлю ответ», пообещал меченосец. Прочитав письмо Метеори, Акоги сказала своему мужу, «Ну и болтун же ты, намолол обо мне всякую всячину, я то говорила с тобой откровенно, думая, что ты никому на свете не скажешь, а ты надо мной посмеялся». Оти Кубо написала ответ. «Прошлой ночью вы не посетили меня, в старой песне говорится, еще безоблачно небо, но влажен конец рукава, конец любви предвещая. Ах, верно в сердце твоем осень уже настала. А от себя скажу вам, о, я узнала теперь, нет на свете сердец, способных любить неизменно, что мне готовит моя грустная участь, не знаю. Вы зовете меня покинуть дом моего отца, но, как сказал один поэт, закрыты наглухо врата, не убежать из мира скорби. Я не вольна уйти отсюда, а вам должно быть неприятно бывать здесь. Правду видно сказала мне Акоги, человек виновный перед вами, теперь страшится вас. Как раз когда меченосец собирался отнести это письмо, Куродо вдруг позвал его к себе. Меченосец поспешил на зов своего господина, сунув в попыхах письмо за пазуху. Куродо приказал причесать себя. Когда надо было распустить волосы на затылке, он наклонил голову, меченосец тоже поневоле наклонился вперед и не заметил, как письмо выскользнуло у него из-за пазухи. Куродо незаметно схватил его. После того, как прическа была закончена, он прошел во внутренние покои и полное любопытство сказал Санно Киме, погляди-ка на это письмо. Коренари потерял его и, передавая письмо жене, заметил прекрасный почерк. О, да это рука отикуба, воскликнула Санно Киме. Как ты сказал? Отикубу? Чудное имя. Какой же это женщине дали имя Каморка? Есть у нас такая, шьет на нашу семью, коротко ответила Санно Киме и взяла письмо, которое показалось ей очень подозрительным. Между тем меченосец убрал сосуд, в котором находилась вода для смачивания волос и, собираясь уходить, пошарил рукой у себя за пазухой. Нет письма. В испуге он стал перетряхивать свое платье, развязал шнур на груди, искал, искал, письмо исчезло, как будто письма. и не было. Куда ж оно делось? При этой мысли вся кровь бросилась ему в лицо, но ведь он никуда не уходил из дома. Письмо могло выпасть только здесь. Коронари обыскал все кругом, поднял подушку, на которой сидел Куродо. Нет нигде письма. Неужели кто-то его нашел? Что ж теперь будет? Думал в отчаянии меченосец. Подперев рукой голову, он сидел, как потерянный. В это время вдруг вошел Куродо и сразу заметил, с каким растерянным лицом сидит меченосец. Что с тобой, Коронари? Ты сам не свой. Уж не потерял ли что-нибудь? спросил он со смехом. Вот кто нашел письмо. При этой мысли меченосец так и обмер. Он принялся умолять Куродо. Прошу вас, отдайте мне письмо. Я-то ничего не знаю, а вот моя жена сказала насчет тебя, видно, не удержала его гора Цуэно Мацуяма. Меченосец вспомнил песню. Скорей волна морская перебежит через вершину Цуэно Мацуяма, чем изменюсь я сердцем и для другой тебя покину. Он понял, что его подозревают в измене Акоги ради Отикубо. Совестно ему было признаться жене в своей ребяческой оплошности. Ну, что оставалось сделать? Он пошел к ней и стал рассказывать вне себя от волнения. Только что я собирался отнести письмо по назначению, как меня позвал мой господин Куродо и приказал сделать ему прическу. А пока я его причесывал, он незаметно вытащил у меня письмо. Вот какая беда случилась. Акоги ужаснулась. Ах, какое несчастье! Может выйти большая беда. Старая госпожа и без того глядела на мою барышню так, будто подозревала что-то. Она поднимет ужасный шум. Обоих от волнения даже пот прошиб. И в самом деле Санно Кими показала это письмо своей матери. Посмотрите, какое письмо попалось мне в руки. А-а-а, так и есть. Я сразу заметила что-то неладное. Но кто же ее любовник? Письмо, ты говоришь, было у меченосца. Наверное, это он и есть. Он, должно быть, пообещал выкрасть ее отсюда, ведь в письме говорится, что из этого дома трудно уйти. А я-то думала не выдавать ее замуж. Досадное вышло дело. Если она возьмет себе мужа, то ей уже нельзя будет жить здесь по-прежнему. Она поселится с ним где-нибудь, поэтому ты смотри, никому ни слова. Госпожа из северных покоев спрятала любовное письмо, решив потихоньку следить за падчерицей. Меченосцу и Акоге показалось очень подозрительным то обстоятельство, что против их ожидания никакого шума в семье не поднялось. — Ваше письмо украли. Стыдно признаться в этом, но что делать, приходится. Пожалуйста, напишите другое, — попросила Акоге свою молодую госпожу. Словами не выразить, как встревожилась Оти Кубо. При мысли о том, что мачеха, несомненно, видела письмо, ей сделалось дурно. — Ах, я не в силах писать еще раз, — простонала она. Отчаянию ее не было предела. Меченосец со стыда не посмел показаться на глаза Метеори и спрятался в комнате своей жены. Метеори так и не узнал ни о чем и поспешил прийти, как только стемнело. — Почему вы мне ничего не ответили? — спросил он. — На беду письмо мое попало в руки матушки, — ответила Оти Кубо. Метеори думал уйти, как только начнет светать. Но когда он проснулся, на дворе уже стоял белый день, кругом сновало множество людей, нечего было и надеяться проскользнуть незамеченным. Он снова вернулся к Оти Кубо. А Коги, как всегда, принялась хлопотливо готовить завтрак, а молодые люди стали тихо беседовать между собой. — Сколько лет исполнилось вашей младшей сестре Сино Кими? — спросил, между прочим, Метеори. — Лет тринадцать-четырнадцать. Она очень мила. — Ах, значит, это правда. Я слышал, будто отец ваш, Тюнагон, хочет выдать ее замуж за меня. — Кормилица Сино Кими знакома кое с кем из моих домашних. Она принесла письмо из вашего дома, в котором идет речь о сватовстве. Мачеха ваша тоже очень хочет, чтобы этот брак устроился, и кормилица стала вдруг осаждать моих домочадцев просьбами помочь в этом деле. — Я собираюсь попросить, чтобы вашей семье сообщили мой отказ, поскольку я уже вступил с вами в брачный союз. Что вы об этом думаете? — Матушке это, верно, будет очень неприятно, — проговорила Отикубо, и ее детский наивный ответ пленил Метеори. — Ходить сюда к вам на таких правах кажется мне унизительным. Я бы хотел поселить вас в каком-нибудь хорошем доме. Согласны ли вы? — Как вам будет угодно. Вот и прекрасно. В этих беседах коротали они время. Наступил двадцать третий день одиннадцатого месяца. Муж третьей дочери Санно Кими, Куродо, внезапно получил весьма лестное для него назначение. Он должен был вместе с другими молодыми людьми из знатнейших семейств принять участие, как один из танцоров, в торжественных плясках на празднике Мальвы в храме Камо. Синтаистский храм Камо, расположенный к северу от столицы, устраивал торжественные празднества дважды в год, в четвертый и одиннадцатый месяцы. Первый из них именуется праздником Мальвы. В этот день листьями китайской Мальвы украшали шапки, экипажи и так далее. Из дворца в храм Камо отправлялось торжественное шествие во главе с императорским послом. В храме исполнялись ритуальные пляски. До этого праздника оставались считанные дни. Госпожа Кита-но-ката голову теряла хлопача, чтобы все наряды поспели вовремя. «Вот еще напасть!» — тревожно думала Акоги, опасаясь, что Отикубо опять засадят за шитье. Опасения ее не замедлили сбыться. Кита-но-ката скроила для зятя парадные Хакама и велела слуге отнести их Отикубо, а на словах приказала передать. «Шей сейчас же, немедленно! У нас много спешной работы!» Отикубо еще не вставала с постели. Акоги ответила за нее. «Барышни что-то не здоровятся со вчерашнего вечера? Я передам ей приказ госпожи!» С тем слуга и ушел. Увидев, что Отикубо хочет сейчас же приняться за шитье, Метеори стал ее удерживать. «Одному мне будет скучно!» Кита-но-ката между тем спросила у слуги. «Ну что, начала она шить?» «Нет», — Акоги сказала, что барышня еще изволит почивать. «Что такое? Изволит почивать? Выбирай слова с оглядкой, невежа! Разве можно о какой-то швее говорить так, как ты говоришь о нас, господах? Слушать противно!» «Как только этой лежебоке не стыдно спать среди бела дня!» «Совсем не знает своего места, до чего глупа, просто жалость берет!» — презрительно засмеялась госпожа из северных покоев. Скроив для зятя Сита-га-сане, она сама понесла шитье к пачерице. Сита-га-сане — нижняя одежда, придворная, с шлейфом, длина которого регламентировалась согласно чину и званию. Отикуба в испуге выбежала к ней навстречу. Увидев, что девушка еще и не принималась шить парадные хакама, мачеха вышла из себя. «Да ты к ним еще и не притрагивалась? Я-то думала, что они уже готовы. Для тебя мои слова — звук пустой. Последнее время ты словно с ума сошла, только и знаешь, что вертишься перед зеркалом и белишься». Сердце у Отикуба замерло. При мысли, что метеори все слышит, она чуть не лишилась сознания. «Мне немного не здоровилось, и я отложила шитье на час-другой, но скоро все будет готово». И Отикуба торопливо взяла в руки работу. «Смотри-ка, пожалуйста, не подступись к ней, словно к норовистой лошади. Нет у меня другой швии, а то разве я стала бы просить такую заносчивую гордячку? «Если и это платье не будет скоро готово, ты можешь убираться вон из моего дома». В гневе она бросила шитье на руки Отикуба, но только встала, чтобы уйти, как вдруг заметила, что из-за полога высунулся край шелковой одежды метеори. «Это еще что? Откуда это платье?» — спросила Кита Ноката, остановившись на ходу. Сообразив, что вот-вот все откроется, Акоги ответила. «Это одни люди дали барышне шить». «А, вот как! Выходит, она шьет для чужих, В первую очередь, а свои, дескать, подождут. Для чего же, спрашивается, держать ее в доме?» «Ах, нынешние девицы не знают стыда!» И мачеха вышла, не переставая ворчать. Сзади вид у нее был самый нелепый. От частых родов волосы у нее вылезли. Жидкие прядки числом не более десяти висели, словно крысиные хвостики, а сама она была кругла, как мяч. Метеори внимательно разглядывал ее сквозь щелку занавеса. О, Тикубо! Вся дрожа от волнения принялась за шитье. Метеори потянул ее к себе, западол платье. «Идите сюда ко мне». О, Тикубо! Поневоле пришлось подчиниться. «Что за противная женщина! Не шейте ничего! Надо еще больше ее разозлить, пусть совсем потеряет голову! А что за грубые слова она себе позволила! Неужели и раньше она так с вами разговаривала? Как же это вы терпели?» — с негодованием спросил Метеори. «Увы, я цветок дикой груши!» — печально ответила О, Тикубо словами из песни. «Печален наш мир! Где искать спасенье? Нет горы такой, чтоб укрыла от горя. О, цветок дикой груши!» Настали сумерки. Опустили решетчатые створки окон, зажгли огонек в масляном светильнике. Как раз когда О, Тикубо собиралась взяться за шитье, чтобы поскорее от него отделаться, в дверь потихоньку заглянула сама госпожа из северных покоев. Ей не терпелось узнать, как подвигается работа. Видит, куски ткани разбросаны в беспорядке, как попало, огонь зажжен, а перед постелью занавес. Что же это? Спит она мертвым сном, что ли? Мачеха вспыхнула от гнева и принялась вопить. «Господин мой супруг, пожалуйте сюда». Это О, Тикубо, издевается надо мной, совсем от рук отбилась. «Выбраните ее хорошенько. У нас в доме такая спешка, а она не выходит из-за полога?» И откуда только взялся такой, я его раньше и в глаза не видела. В ответ послышался голос Тюнагона. «Не кричи на весь двор, иди сюда поближе». Постепенно их голоса стали удаляться, так что последних слов нельзя было разобрать. Метеори первый раз услышал имя О, Тикубо. «Что это за имя? Она, окажется, назвала вас О, Тикубо?» Смущенная О, Тикубо, чуть слышно прошептала «Ах, не знаю». Как можно было дать своей дочери такое имя — О, Тикубо Каморка? Бесспорно, оно годится только для девушки самого низкого звания. Не очень-то красивое прозвище, а мачеха ваша не помнит себя от ярости. «Могут случиться большие неприятности». С этими словами Метеори снова лег на постель. О, Тикубо кончила шить Хакама и взялась за Ситагасане. Опасаясь, что она не кончит к сроку, мачеха подступила к Тюнагону с неотвязными просьбами, чтобы он сам пошел и как следует отчитал девушку. Не успел Тюнагон открыть дверь, как сразу же с порога начал кричать на свою дочь. «Это что еще, О, Тикубо, как ты ведешь себя? Ты не слушаешься хозяйки дома, валяешься целыми днями на постели, а ведь ты сирота, лишилась матери и, казалось бы, должна стараться заслужить к себе доброе отношение. Знаешь отлично, что работа спешная, так нет же, набрала шитья от чужих, а для своих ничего делать не желаешь. Что у тебя за сердце?» И добавил в заключение, «Если к утру все не будет готово, ты мне больше не дочь». О, Тикубо не в силах была отвечать, слезы брызнули градом у нее из глаз. Тюнагон повернулся и ушел. Возлюбленный ее все слышал, от слова до слова. Может ли быть унижение хуже этого? Митиори знает теперь, что ей дали вместо имени презрительную кличку О, Тикубо. О, если б она могла умереть тут же на месте! Шитье выпало у нее из рук, она повернулась спиной к огню, силясь скрыть слезы. Митиори почувствовал невыразимую жалость. Бедная, как ей должно быть сейчас тяжело? У него самого полились слезы сочувствия. Приля, кусни немного. Он насильно уложил свою возлюбленную на постель и стал утешать самыми нежными словами. «Так значит, ее зовут О, Тикубо». Ей, верно, неловко было, когда я так откровенно удивился. Ах, бедняжка! Мало того, что у нее жестокая мачеха, но даже и родной отец к ней безжалостен. Видно, и в его глазах она ничего не стоит. «Погодите же! Я покажу вам, как она хороша!» — решил про себя Митиори. Госпожа из северных покоев боялась, что без посторонней помощи Котикубо не сможет закончить шитье вовремя. Слишком большая работа для одного человека, и к тому же она верно разобиделась. Поэтому мачеха приказала одной своей приближенной женщине «Пойди, Котикубо, помоги ей шить!» Женщину эту, очень миловидной наружности, звали Сенагон. Придя к Котикубо, Сенагон спросила. «Чем я могу помочь вам?» «А скажите, почему вы не встаете с постели? Вы больны?» «Госпожа так тревожится, что шитье не будет готово вовремя». «Мне очень не здоровилось. Прежде всего, надо подрубить края вот у этих Хакама», — ответила Котикубо. Сенагон принялась за работу. «Если вам сейчас лучше, встаньте, пожалуйста. Я не понимаю, где надо заложить рубец». Оти Кубо начала показывать ей, где надо шить. Мити Йори по своему обыкновению стал осторожно подглядывать. Озаренное огнем светильника лицо Сенагон показалось ему очень красивым. «Сколько миловидных женщин в нашей столице», — подумал он. «Заметив, что глаза у Тикубо покраснели и опухли от слез, Сенагон пожалела ее. Скажу вам то, что думаю, но не примите мои слова залезть. Ведь если я промолчу, вы не узнаете, как глубоко я вам сочувствую. А было бы очень жаль. Вот почему я решаюсь говорить с вами откровенно. Я предпочла бы лучше служить вам, чем старой хозяйке и ее дочерям, при которых я нахожусь неотлучно. За эти годы я хорошо узнала вашу кротость и доброту, и мне бы так хотелось служить вам. Но что поделать? Наш свет злоречив, мне приходилось держаться от вас подальше, и я не смела даже тайно услужить вам. — Даже старинные друзья, — ответила о Тикубо, — и те не выказывают по отношению ко мне, и те не участие. Как же обрадовали меня ваши слова. Сенагон продолжала. — Удивительно, непостижимо. Что, мачех, относится к вам несправедливо, это в порядке вещей. Но чтобы даже родные сестры так сторонились вас, это уж слишком. Вашей красоте можно позавидовать, а вы томитесь в одиночестве. Какая жестокость! А между тем в семью собираются принять нового зятя. Предстоит замужество вашей младшей сестры, Сино Кими. Уж что бы там ни было, все делается так, как захочет Китано Ката. По ее заказу и приказу воля старой госпожи в доме закон. — Я очень рада за сестру. А кто жених? — спросила о Тикубо. — Как я слышала, это господин Сакон Но-Сё-Сё, сын главного начальника левой гвардии. Все очень хвалят жениха, говорят, что он бесподобно хорош собою и обещает сделать блестящую карьеру. Государь будто бы очень к нему благоволит. Он еще не женат, так что лучшего зятя и пожелать нельзя. Господин наш только и повторяет, лучшего жениха и не сыщешь. Госпожа наша так хлопочет, так хлопочет. Кормилица барышни Сино Кими дружна с одной женщиной в доме отца жениха. Госпожа обрадовалась этому сверх меры. Она все время шепчется с кормилицей. Наверное, уж и письмо отправила с нею. — И что же? — спросила Оти Кубо, которую очень позабавил этот рассказ. Розовые блики огня озаряли ее блестящие от смеха глаза и полуоткрытые в улыбке губы. Лицо Оти Кубо было полно юной прелести и в то же время такого возвышенного благородства, что ее собеседница невольно почувствовала перед ней некоторую робость. — И что же? — что ответил господин Саконно-сё-сё. — Вот уж этого я точно не знаю. Но, кажется, выразил свое согласие. У нас в доме тайком спешно готовятся к свадьбе. Митиори хотелось крикнуть из своего тайника неправда, но он сдержался и не выдал себя. Сен-агон продолжала. — В доме прибавится новый зять, значит, вам, бедняжке, придется еще тяжелее. Если к вам посватывается хороший жених, соглашайтесь скорее. — Что вы? — Я так дурна собою, где мне мечтать о замужестве? — Ах, ах, как у вас язык повернулся! Что вы такое говорите? Ваших сестер берегут как зеницу ока, а где им против вас? — Ужаснулось сё-нагон. — Вот что я вам скажу. Сейчас у нас в столице славится своей красотой господин Бен-но-сё-сё. Бен-но-сё-сё. Бен — гражданская должность цензора. Сё-сё — воинское звание. Такого рода двойной титул часто употреблялся вместо имени. Про него даже говорят. Красив, как герой романа, знаменитый господин Катано. Знаменитый господин Катано. Роман об этом герое не дошёл до наших дней. Господин Катано — нарицательное имя, вроде Дон Жуана. А моя двоюродная сестра как раз служит у него в доме. Недавно я её навестила, и тут, по счастью, сам господин Бен-но-сё-сё зашёл к ней в женские покои. Он знает, в чьём доме я служу, и был ко мне особенно внимателен. Молва была правдива. Я не знаю никого, кто мог бы с ним сравниться красотой. Он спросил меня. «Говорят, у тюнагона, в доме которого вы служите, много дочерей. Каковы они собою?» И стал подробно расспрашивать о всех по порядку, начиная с самой старшей. «Я рассказала о каждой из ваших сестёр понемножку, а потом поведала ему о вашей печальной участи. Господин Бен-но-сё-сё проникся к вам горячим сочувствием. «А такой, как она, я мечтал!» Воскликнул он и стал просить, чтоб я передала вам от него письмо. «А я ему на этом. В доме много дочерей, и кроме неё, а у бедняжки ведь нет матери, вот она и чувствует себя одинокой и заброшенной, и вовсе не думает о любовных делах. Когда он услышал, что у вас нет матери, то ещё больше пожалел вас. Я, — говорит, — не ищу себе в жёны девушку, избалованную успехами в обществе, а предпочту такую, которая уже хорошо знакома с печалями нашей жизни. И если эта девушка к тому же ещё прекрасна собою, то именно она — венец моих мечтаний. Такую я готов искать по всей Японии, и даже дальше, в Индии и Китае. Вы говорите, что она сирота? Разве, за исключением особ, принадлежащих к моему дому, найдётся хоть одна среди прислужниц государевой опочивальни, у которых были бы в живых оба родители? Вот и той девушке, которую вы так восхваляете, лучше найти себе супруга и покровителя, чем вести такую жизнь, которая ей не по сердцу. Я возьму её к себе в дом и буду беречь как драгоценное сокровище. Так пространно, с многими подробностями, говорил он до глубокой ночи. А потом, каждый раз, когда я приходила к нему, он спрашивал, «Как насчёт того дела? Передайте ей письмо от меня». Я отвечала, «Сейчас нет подходящего случая. Передам, как только смогу». Во время всей этой длинной речи Отикубо не проронила ни единого слова. Вдруг постучала служанка и позвала Сёнагон. «У меня к вам спешное дело». Сёнагон вышла к ней. «К вам пожаловал гость. Хочет с вами увидеться. Говорит, что ему нужно с вами побеседовать». Сёнагон ответила, «Обожди минутку. Я сейчас приду». И она вернулась в комнату от Сикубо. «Право, я хотела помочь вам, но ко мне неожиданно пришёл один человек по срочному делу. Мы после продолжим наш разговор. Такая важная беседа не терпит спешки. Пожалуйста, не говорите госпоже, что я ушла раньше времени. Она рассердится и разбронит меня. Так я приду к вам опять при первом удобном случае». Как только Сёнагон ушла, Митиори отбросил прочь занавес. «О, это особо умеет красиво говорить. Поневоле заслушаешься? Признаюсь также, что она очень хороша собою, но когда она заявила, что этот господин Катано небывалый красавец, так мне даже глядеть на неё стало противно». «А вы затруднялись в ответе, всё время с тревогой поглядывая в мою сторону? Не будь меня здесь, вы бы, наверное, послали нежный ответ этому красавчику. Очень сожалею, что помешал. Если от него придёт любовное письмо, всему конец. Он обладает какими-то особыми чарами. Стоит ему написать какой-нибудь женщине хоть строчку любовного признания, как готово. Бьёт каждый раз в цель без промаха. Он потерял счёт любовным связям с женами самых высокопоставленных особ и даже, говорят, самого Микадо. Видно, по этой причине он вот уже сколько времени никак не получает повышения по службе. Но если вас одну из всего этого великого множества женщин он собирается сделать своим драгоценным сокровищем, то, верно, вы удостоились его особой любви», говорил Миттиори с досадой. О, Тикубо, изумлённая его внезапным гневом, не раскрывала рта. «Ах, вы не изволите отвечать! Я насмехаюсь над тем, что вас интересует, все столичные красавицы от первой до последней превозносят до небес этого господина Катано!» «Можно ему позавидовать?» «Но я, наверное, не принадлежу к их числу», еле слышно сказала О, Тикубо. «Он происходит из могущественного рода. Вы займёте в обществе положение наравне со второй женой Микадо». О, Тикубо, не понимая хорошенько, о чём он говорит, продолжала молча шить. Как прекрасны были её руки снежной белизны, мелькавшие над работой! Думая, что сёнагон помогает её госпоже, а Коги ушла на некоторое время к себе в комнатку, чтобы побыть со своим мужем, которому не здоровилась. О, Тикубо, кончила шить ситага-саны и собралась подрубить края верхней шёлковой одежды. «Разбужу о Коги», — сказала она, — «надо, чтобы кто-нибудь держал шитьё». «Я сам натяну край», — вызвался Митиори. «Как можно? Вам не подобает заниматься женской работой?» Но Митиори, не слушая её, вышел из-за полога, сел напротив и стал держать края одежды, подшучивая. «Непременно буду вам помогать! Я в этом деле великий мастер!» Видно было, что он понятия не имел о том, как шьют женщины, и потому чересчур усердствовал. О, Тикубо, смеясь, стала закладывать рубец. «Правда ли, что сестру мою, Сино Кими, хотят сосватать за вас?» — спросила она. «Думайте, что хотите. Когда вы станете драгоценным сокровищем этого господина Катано, я женюсь на Сино Кими», — засмеялся Митиори. Через некоторое время он стал уговаривать О, Тикубо. «Уж поздняя ночь, ложитесь отдохнуть». «Я скоро кончу. Вы ложитесь спать сами, не дожидаясь меня. Мне еще осталось вот тут дошить немного, еще чуточку». «Мне жалко, что только вы одна в доме не будете спать», — ответил Митиори и остался с нею. А между тем госпожа из северных покоев, опасаясь, что от Тикубо чего доброго легла спать, тайком подкралась в ночной тишине к дверям ее коморки и прильнула к щелке, через которую она обычно наблюдала за падчерицы. Но что это? Все нагон нигде не видно. Занавес отодвинут в сторону, и мачеха смогла заглянуть вглубь комнаты. От Тикубо, сидевшая к ней спиной, торопливо подрубала кусок шелка, а какой-то незнакомый юноша заботливо натягивал край ткани, сидя перед От Тикубо. Слепавшиеся от сна глаза мачехи вдруг широко раскрылись, она стала жадно вглядываться. На плечи юноши была небрежно накинута красивая одежда из белого шелка, под ней виднелась другая из дорогого, отливающего ярким глянцем алого шелка, а из-под них, наподобие женского шлейфа, выбивались одежда цвета желтой горной розы. Озаренное алым светом огня лицо незнакомца казалось таким красивым, что трудно было отвести от него глаза. Оно привлекало какой-то особой прелестью. Китано Катта с изумлением подумала, что незнакомец превосходит своей красотой даже ее младшего зятя Куродо, которого она особенно любила, предпочитая всем другим зятьям. Она и раньше подозревала, что падчерица завела себе любовника, ну уж, конечно, из людей самого низкого звания, а этот, сразу видно, непростой человек. И мало этого, еще до такой степени к ней привязан, что помогает ей в чисто женской, унизительной для мужчины работе. Нет, это не мимолетная влюбленность, а настоящая любовь. Какой ужас! Если Оти Кубо займет высокое положение в обществе, то выйдет из-под ее власти и не будет уже подчиняться всем ее прихотям. При этой мысли мачеха забыла о шитье и замерла на месте, не помня себя от злобы. А между тем в комнате шел такой разговор. Я и то устал от непривычной работы, а вы, наверное, совсем засыпаете. Довольно вам шить. Пусть мачеха взбесится по своему обыкновению. Позлите ее хорошенько. Но мне так грустно, когда она гневается на меня, примирительно ответила Оти Кубо, и хотела было шить дальше, но незнакомец, потеряв терпение, взмахом веера погасил огонь в светильнике. «Ах, зачем? Я не успела сложить шитье!» — воскликнула Оти Кубо. «Пустяки! Сложим до утра где-нибудь в уголке». Юноша собрал в кучу, как попало, недошитую одежду и бросил в угол, а потом нежно обнял Оти Кубо. Госпожа из северных покоев, которая все отлично слышала, не взвидела света от досады. «Как он сказал? Позлите вашу мачеху, пусть взбесятся!» Верно слышал, как я бронила свою падчерицу, или, может быть, Оти Кубо рассказала. Как бы там ни было, все это ужасно невыносимо. В таких думах мачеха провела всю ночь без сна, терзаясь завистью. «Пойти пожаловаться мужу!» «Но у этого юноши такой благородный вид! Он так великолепно одет! Уж, наверное, он человек из хорошего общества! Еще чего доброго получится наперекор моим ожиданиям! Муж обрадуется такому зятю!» «Нет! Лучше наговорить мужу, что Оти Кубо в связи с простым слугой, с меченосцем. Вот, мол, какое дело случилось из-за того, что девушку поселили отдельно от семьи. Может, запереть ее в кладовой? Но погодите! Вы хотели позлить меня! Я вам этого не прощу! В бешенстве мачеха придумывала всевозможные планы мести. Вот что я сделаю! Посажу Оти Кубо под замок. Любовник понемногу забудет ее и отступится. На счастье в доме живет мой дядя Тэньяку но Суке!» Тэньяку но Суке — помощник начальника дворцовой службы лекарственных трав. Незначительная придворная должность. Дядя беден, и ему перевалило за шестой десяток. Но он охотник до молоденьких. Отдам ему, Оти Кубо, пусть потешит себя в волю. А между тем, Оти Кубо и Метьиори, ничего не подозревая, вели между собой любовные речи. С первыми лучами зари юноша ушел. Проводив его, Оти Кубо сейчас же села за шитье, торопясь закончить то, что не успела сделать вечером. Проснувшись, Китано Ката первым делом подумала, если шитье не кончено, и заругаю девчонку так, что ее кровавый пот прошибет, и послала к ней служанку с приказом. Сейчас же пришли работу, она должна быть готова. К ее удивлению, служанка вернулась с готовой работой. Все наряды были отлично сшиты и изящно сложены. Мачеха почувствовала, что не достигла своей цели. Как ей ни было досадно, но на этот раз пришлось оставить Оти Кубо в покое. От Метьиори прибыло письмо. — Чем кончилось дело с одеждой, которую вы шили вчера вечером? Удалось ли взбесить вашу мачеху? Мне не терпится услышать все подробности. Я забыл у вас свою флейту. Передайте ее моему посланцу. Сегодня я должен играть на ней в императорском дворце. И в самом деле, возле изголовья лежала забытая им флейта, пропитанная чудесным ароматом. Оти Кубо завернула ее в кусок ткани и отдала посланцу вместе с письмом. Вот что говорилось в нем. Нарочно сердить матушку непростительно. Что, если люди это услышат? Прошу вас, не говорите так. Матушка с утра приятно улыбается. Возвращаю вам вашу флейту. Так, значит, вы легко забываете даже то, что любите больше всего на свете. Ах, скажешь невольно. Лейтесь, лейтесь, о слезы. Непрочен союз с тобой. На этой бамбуковой флейте Любил ты играть каждый вечер. И позабыл ее. Прочитав это письмо, Метеори почувствовал глубокую жалость Коти Кубо И поспешил написать ответ. Уже ли непостоянным Ты считаешь меня? На этой бамбуковой флейте Играть я хотел бы вечно Песню моей любви. В это самое утро, Как раз тогда, когда Метеори Прощался с возлюбленной, Китано Ката Явилась к своему мужу с жалобой. Я давно уже подозревала неладное. Твоя дочь, Оти Кубо, Осрамила нас на весь свет Своим позорным поведением. Будь бы еще она нам чужая, Дело можно было бы кое-как уладить, Без шума. А тут об этом нечего и думать. Тюнагон изумился. Что такое? Я до сих пор слышала от других И сама думала, Что один из слуг нашего зятя, Куродо, меченосец Коронари, С недавних пор стал мужем Акоги, Но вдруг он изменил ей Ради Оти Кубо. Меченосец, парень глуповатый, Засунул ее любовное письмо К себе за пазуху, Да и выронил его Перед нашим зятем Куродо. А зять наш, приметлив, На разные мелочи поднял письмо И начал допрашивать Коронари. От кого это письмо? Тот не утаил, Вот, мол, от кого. Куродо сказал мне По этому поводу Много язвительных слов. Нечего сказать, Прекрасный зять Вошел в нашу семью. Есть чем гордиться. Позор какой! Нельзя будет людям В глаза смотреть. И сурово потребовал Гоните эту девицу Вон из дома. Тюнагон щелкнул пальцами С силой неожиданной Для такого старика. На какое гнусное дело Она решилась, негодница. Живет в моем доме. Все знают, что моя дочь, А кого она взяла себе в любовники? Простого меченосца? Хоть он и шестого ранга, А не имеет даже звание Куродо. Хоть он и шестого ранга Знатным особам Полагалась свита Из придворных невысокого ранга. В такой свите И состоял меченосец. Таким И в императорский дворец Нет доступа. Лет ему от силы двадцать. И собой он не слишком хорош, Можно сказать, Коротышка от пола вершок. Связаться с таким ничтожеством. А я-то думал, Сделаю вид, будто ничего не знаю И тайком выдам ее замуж За какого-нибудь провинциального чиновника. — Досадное получилось дело, — вздохнула Китано-ката. — Надо поскорее, Пока никто еще ничего не знает, Запереть ее в какой-нибудь кладовой И хорошенько сторожить. Она ведь так влюблена в этого Коренари, Что непременно будет потихоньку С ним встречаться. А пройдет время, И можно будет что-нибудь придумать. Отличная мысль! Немедленно вытащить ее из дома И запереть в северной кладовой И не давать еды, Заморить голодной смертью. Тюнагон уже потерял от старости разум, Не был способен здраво судить о вещах, И потому отдал такой бесчеловечный приказ. Китано-ката в душе очень обрадовалась, Подобрала повыше подол платья, Отправилась в комнату отикубо И, тяжело опустившись на циновку, Сказала, — Ты совершила позорный проступок, Отец твой в страшном гневе на тебя За то, что ты запятнала своим бесчестьем Добрую славу других его дочерей. Он велел выгнать тебя из твоей комнаты И запереть в кладовой. — Я сам ее буду сторожить, — Сказал он и поручил мне немедленно Гнать тебя отсюда. Ну же, вступай вон немедленно. Пораженная неожиданностью, Отец твой могла только горько плакать. Что услышал о ней ее отец? Что рассказали ему? При этой мысли ей казалось, Что она расстается с жизнью. А Коги в смятении вбежала в комнату. — Что вы говорите? Как? Ведь за ней нет ни малейшей провинности. А-а-а, не мешай, Когда подул попутный ветер. Отец текуба все от меня скрыла, Да муж мой услышал от чужих людей. — Твоя госпожа, не задумываясь, Творит беззаконие, А ты ставишь ее выше моей драгоценной, Обожаемой дочери Санно Кими. Отец текуба выгнали, И в твоих услугах тоже не нуждаемся, Чтобы больше твоей ноги не было в нашем доме. Ну же, ступай вон, Отец текуба, Слушайся приказания отца. И, схватив патчерицу за ворот платья, Госпожа из северных покоев Вытолкала ее из дому. Акоги зарыдала в голос. От сильного потрясения Отец текуба, видимо, Перестала сознавать, Что с ней происходит. Мачеха пинками расшвыряла Все ее вещи по полу И, схватив Отец текуба за рукав, Словно какую-нибудь беглянку Погнала ее перед собой. Отец текуба была одета В ненакрахмаленное платье Светло-пурпурного цвета. То самое старое платье, Которое ей когда-то подарила мачеха. Поверх этого платья На ней было два хитоэ. Одно простое белое, А другое узорчатое, С плеч метеори. Черные волосы, За которыми она последнее время Стала бережно ухаживать, Зыблясь волнами, Красиво сбегали по ее плечам, И шлейфом тянулись за ней по земле, Акоги проводила ее взглядом. Что с ней хотят сделать? В глазах у Акоги потемнело, Хотелось топать ногами, Кричать, рыдать, Но она подавила свое горе И начала поспешно прибирать Разбросанные по полу вещи. О, Тикубо была почти в беспамятстве. Когда мачеха притащила ее к отцу И усадила перед ним на пол, Она не могла удержаться и упала. Вот, на силу-то на силу привела. Если б я сама за ней не пришла, Она бы и не подумала идти, Крикнула Китаноката. Сейчас же под замок И видеть ее не хочу, Приказал Тюнагон. Китаноката снова схватила О, Тикубо И поволокла за собой в кладовую. Нет, не женское было у нее сердце. Так ужасен был вид мачехи, Что душа О, Тикубо от страха Чуть не рассталась с телом. Кладовая с задвижной дверью На пазах Была устроена позади дома Под самым навесом крыши. В кладовой были нагромождены В беспорядке разные вещи и припасы Бочонки с уксусом и вином, Сушеная рыба. Китаноката бросила тонкую циновку у входа. Вот что случится с каждым, Кто пойдет против моей воли. С этими словами Она втолкнула полубесчувственную О, Тикубо в кладовую, Сама задвинула дверь И навесила на нее огромный замок. Понемногу О, Тикубо пришла в себя. В кладовке был до того спертый воздух, Что нечем было дышать. О, Тикубо словно оцепенела от горя. Слезы иссякли в ее глазах, Она не могла даже плакать. За какой грех она так безжалостно наказана? Ах, если бы увидеться с Акоги! Но как? Злосчастная моя судьба! О, Тикубо задыхалась от рыданий. Заперев пачерицу, Китаноката первым делом поспешила в ее комнату. Куда он подевался? Здесь стоял ларчик для гребней. Эта наглая Акоги всюду сует свой нос, Наверное, успела его припрятать. Мачеха угадала. Да, я его убрала вот сюда, Отозвалась Акоги. Китаноката не решилась в ее присутствии Взять ларчик и только сказала, Запрещаю тебе входить в эту комнату, Пока я сама ее не открою, И закрыла дверь на замок. Ловко я все устроила, Торжествовала госпожа из северных покоев. Теперь надо как можно скорее договориться С Тэн-Я-Ку-Но-Су-Кэ, Но так, чтобы посторонние уши не слышали. Акоги очень опечалилась тем, Что ее прогнали со службы. Как же я уйду отсюда, думала она. Что станется с моей бедной госпожой? Каково-то ей теперь, Я должна ее увидеть, Должна узнать, что с ней. Нет, я не могу уйти. Она пошла в покое с Ан-Но-Кимми И стала ее молить. Ваша матушка сильно разгневалась на меня, А за что? Я и понятия не имею. Из дома меня прогнала, А мне так горько оставлять службу у вас. Прошу вас, замолвите за меня словечко, Попросите ее отпустить мою вину, Хоть на этот один единственный раз. Я ходила за вашей сестрой Отикубо С ее младенческих лет, А теперь нас разлучили. Я даже не знаю, что с ней сталось. О, как это грустно! Хоть бы еще один разок увидеться с нею, И потом расстаться с вами, После всех ваших милостей, Покинуть службу у вас, Моей дорогой госпожи! Так, рассыпаясь в уверениях, Просила Акоги. Санно Кими пожалела ее, Приняв все за чистую монету, И стала упрашивать мать. Почему вы так строго наказали даже Акоги? Она моя служанка, Мне без нее трудно обойтись. Эта подлая баба Вкралась к тебе в доверие, Досадливо отмахнулась кита Ноката. Она плутовка, Каких свет не видел, Забрала себе в голову Устроить судьбу Отикубо. Та по своему почину Не стала бы заниматься такими делами, У нее незаметно было Склонности к любовным шашням. Простите Акоги, На этот раз матушка, Она так убивается, Жаль ее, Просила Санно Кими. Что ж, Пусть будет по-твоему, Только не раздражай меня, Не говори, Что она тебе хорошо служит, Глупости какие, Сказала кита Ноката С недовольным видом. Санно Кими, Понятное дело, Была смущена словами матери, И сейчас же вызвала к себе Акоги. Придется тебе потерпеть, Не показывайся пока госпожа на глаза, Но понемногу я все устрою, И матушка простит тебя. Акоги думала, Думала, И больше ничего не могла придумать. Запертая в кладовой, Отикубо уже не чистила себя В мире живых. Душа Акоги Изболелась от тоски за нее, Заперли на замок, Морят голодом, Никто в этом доме Не даст ей ни крошки еды, Если мачеха запретила Такую милую, Такую добрую девушку, Как преступницу, Держат в заточении. Акоги Была не в силах даже мысленно Представить себе Эту страшную картину. Ах, Если бы только я была ровня им, Я бы уж сумела Отомстить им с лихвой. Одна эта мысль Заставила ее сердце Забиться сильнее. Сегодня ночью Молодой господин, Наверное, Придет опять. Какая страшная весть Ждет его. Акоги Уткнулась лицом в пол И зарыдала так, Как будто услышала Весть о смерти Любимого человека. Служаночка ее, Цую, Стояла рядом, Растерянная, Не зная, что делать. А отикуба думала, Что если я понемногу Потеряю последние силы И умру здесь, На полу, В этой душной кладовой. Тогда мне не придется В последний раз Поговорить с моим возлюбленным. Мы клялись Друг другу В вечной верности. И вот чем все кончилось. Я словно вижу Его перед собой, Вижу, как он улыбался, Когда прошлым вечером Держал мое шитье. Ах, верно, Я совершила Какой-нибудь страшный грех В прежних рождениях, Раз я терплю Такие муки. Я слышала Много раз от людей, Что ненависть мачехи К чужим детям Вещь обычная В нашем мире. Но чтобы родной отец Был так неумолим, О, как это печально. Ах, верно, Я совершила Какой-нибудь страшный грех В прежних рождениях, Согласно буддийским верованиям, Карма, То есть высший закон Возмездия за поступки, Совершенные в этой жизни, Или в прежних рождениях, Предопределяют Судьбу человека Счастливую Или несчастную. Метеорим Пришел в ту же ночь И, узнав о случившемся, Побледнел, как смерть. Что сейчас думает о нем Отикубо? Ведь она терпит Такие муки Из-за него. Передай ей Вести от меня, Когда поблизости Не будет людей, Попросил он Акоги. Скажи ей, Когда я пришел Сегодня, Чтобы поскорее Увидеть вас, То услышал О внезапной беде. Сказать, Что я потрясен, Нет, Это слишком слабо. Я в безумном Отчаянии. Как мне Увидеться с вами? Акоги Сняла с себя Своё шуршащее Шелковое платье, Подтянула повыше Хакама И тихонько Подкралась Кладовой Со стороны кухни. В доме Все уже спали, И она решилась Осторожно Постучать в дверь. Отзовитесь. Незвука в ответ. Вы спите? Это я, Акоги. Отикубо Услышала Её тихий голос И подошла К двери. Ты здесь? Голос Отикубо Заглушали Рыдания. Это ужасно. За что Меня так Мучают? Я С самого Утра Бражу Возле Кладовой, Но Пробраться К вам Нет никакой Возможности. Ужасная Беда. А ваша Мачеха Вот что Говорила. И Акоги Сквозь слёзы Начала Подробно Рассказывать Обо всём, Что Видела И слышала. Отикубо Ещё Сильнее Залилась Слезами. Молодой Господин Изволил Прийти. Услышав О том, Что случилось, Он стал Плакать. Как Он Плакал! И вот Что Он Говорит, Рассказывала Дальше Акоги. Почувствовав Глубокую Жалость К своему Возлюбленному, Отикубо Помолвила. Я Не знаю, Что со мной Будет, И потому Ничего Не могу Ответить. Насчёт Нашей Будущей Встречи Скажи Ему Вот что. Жизнь От меня Отлетает. Здесь Я ещё Или нет, Я и Сама Не знаю. Гаснет Сердце Надежда Снова Увидеть Тебя. Кладовая Набита Множеством Вещей. Здесь Так Дурно Пахнет, Что Нечем Дышать. Я Жестоко Страдаю. Ах, Зачем Я ещё Живу На Свете? Она Плакала Так, Словно Сердце Её Разрывалось От Невыразимого Горя. Можно Себе Представить, Что В это Время Чувствовала Акоги. Боясь, Что В доме Могут Услышать Их Разговор, Она Наконец Тихонько Ушла. Когда Митей Передали Слова Оти Кубо, Он Ещё Сильнее Опечалился, И Слёзы Полились У него Ручьём. Не в силах Сдержать Их, Он Закрыл Лицо Концом Рукава. Акоги Разделяла Его Печаль. Пробыв Некоторое Время В нерешительности, Митей Сказал Пойди К ней Ещё Раз И Передай От Меня. Дорогая Моя Возлюбленная, Сердце Моё Полно Такого Горя, Что Я Могу Сказать Тебе Только Одно. Ты Мне Велела Сказать, Гаснет В сердце Надежда Снова Увидеть Тебя. Как Мне Дожить До Утра? Жизнь Моя Отлетает. Больше Не Думай И Не Говори Так. Акоги Снова Отправилась К Кладовой. Но В темноте Что-то С грохотом Уронило. Мачеха Проснулась И Встревожилась. Воры Лезут В Кладовую. Акоги Пришлось Торопиться. Передав Плачущей Отти Кубо Отти Кубо Словами Теори Она Шепнула «Мне Нужно Скорее Уходить». «Так Рюноша» Пришел Пришел В Такое Отчаяние Что Даже Думал Прокрасся В дом И Убить Мачеху. Наконец Минула И Эта Грустная Ночь. Метеори Взволнованной До Глубины Души Приказал Акоги На Прощание Немедленно Дай Мне Знать Как Только Представится Удобный Случай Освободить Мою Любимую. Ах Как Она Несчастная Страдает. Меченосец Боялся Что Тюнагон Верно Слышал Про Его Участие В Этой Скверной Истории. Ему Неприятно Было Дольше Оставаться В этом Доме И Он Уехал Вместе С Метеори. Как Передать Моей Госпоже Немного Еды? Ломала Себе Голову Акоги. Она Наверное Совсем Ослабела От Голода. Акоги Завернула Немного Сваренного На Пару Риса Так Чтобы Сверток Не Бросался В Глаза. Но Как Его Передать? Долго Акоги Ничего Не Приходило В голову. Наконец Она Сказала Маленькому Сабу Ро, Который Часто Прибегал С ней Поболтать. Вашу Старшую Сестрицу Заперли В темной Кладовой. Что Вы Об этом Думаете? Неужели Вам Не Жаль Ее? Почему Это Не Жаль? Тогда Отдайте Ей Потихоньку Это Письмо От Меня Так, Чтоб Никто Не Заметил. Давай. Взяв Письмо И Сверток С Рисом Садовой И Начал Кричать Во Все Горло Отоприте Эту Дверь Отоприте Отоприте Пустите Меня Туда Мать Строго На Него Прикрикнула Зачем Тебе Нужно Чтобы Отперли Эту Дверь Что За Выдумки Такие Там Мои Сапожки Я Хочу Мои Сапожки Не Истово Вопил Сабу Ро Колотя В Дверь Кулаками Изо Всех Сил Тюнагон Очень Любил Своего Младшего Сына Мальчик Наверное Хочет Покрасоваться В своих Сапожках Отоприте Ему Скорее Велелон Госпожа Из Северных Покоев Строго Сказала Сыну Я Открою Дверь Но Только На Минутку Изволь Не мешкая Достать Свои Сапожки Но Расшалившийся Мальчик Продолжал Шуметь Откройте А то Дверь Разобью Наконец Дверь Отперли Куда Они Запропастились И Сабуро Присев На Корточке И Сделав Вид Будто Ищет Сапожки Ловко Передал Сестре Письмо И Сверток Чудеса Здесь Их Не Оказалось Объявил Он Выходя Из Кладовой Я Тебе Покажу Как Шалить И Не Слушаться Китана Ката Догнала Мальчика И Дала Ему Затрещину Подойдя К щели Сквозь Которую Пробивался Луч Света Отти Кубо Прочла Письмо А Коги Сообщала Ей Все Новости К Письму Был Приложен Сверток С Вареным Рисом Но Еда Не Шла Бедняжки На Ум Госпожа Из Северных Покоев Подумав Немного Все же Решила Посылать Ей Пищу Один Раз В День Патчерица Так Искусно Шила Что Было Невыгодно Лишать Ее Жизни Позвав К себе Своего Дядюшку Тен Яку Но Су Кэ Когда Никто Не Мог Их Услышать Кита Но Ката Сказала Ему Что Заперла Отти Кубо По Такой То И Такой То Причине И Что От Него Требуется То То Мол И То То Старик До Смерти Обрадовался Внезапному Счастью Одурев От Восторга Он Распустил В улыбке Рот До Ушей Так Значит Вы Проведете Эту Ночь В Кладовой Где Заперта Отти Кубо Сказала Ему Госпожа Кита Ноката Не Успели Они Обо Всем Договориться Как Кто То Вошел В Комнату И Заговорщики Расстались Между Тем Акоги Получила От Метеори Вот Какое Письмо Что Слышно У Вас Неужели Кладовую До Сих Пор Не Отперли Я Не Нахожу Себе Место От Тревоги Если Будет Случай Освободить Твою Госпожу Извести Меня Немедленно Постарайся Также Передать Ей Это Письмо Если Удастся Получить Ответ Это Меня Хоть Немного Утешит Сердце Мое Разрывается От Горя При Мысли О том Как Страдает Моя Дорогая Письмо Коти Кубо Было Написано С Необыкновенным Чувством Когда Я Вспоминаю Твои Полные Безнадежности Слова То Не Знаю На Что Решиться Пока Не Угасла Жизнь Надежда Во Мне Не Угаснет Мы Свидимся Вновь С тобой Но Ты Говоришь Я Умру Увы Жестокое Слово Любимая Моя Прошу Тебя Не Падай Духом Ах Как Я Хотел Бы Сейчас Быть В Заточении Вместе С Тобой И Утешить Тебя Меченосец Меченосец Писал Акоги Как Подумай о том Что с нами Стряслось Так Становится Не по себе Я Все Время Лежу В постели Наша Юная Госпожа Верно Винит Меня Во всем На Душе У меня Тоска Я Даже Думаю Пойти В Монахи Акоги Написала В ответ Метеоре Я Почтительно Прочла Ваше Письмо Устроить Вам Встречу Нет Никакой Возможности Дверь Остается Закрытой Ее Даже Заперли Еще Крепче Я Попытаюсь Доставить Моей Госпоже Ваше Письмо И Получить Ответ Она Послала Письмо Также И Меченосцу В котором Сообщала О Многих Печальных И Тревожных Событиях Во Второй Части Будет Самым Подробным Образом Рассказано О том Что Случилось Дальше С Нашими Героями Дальше Редактор субтитров Редактор субтитров